Типичные случаи веб-анимаций? JavaScript промиссы наглядно! Как прокрастинировать с пользой? Погнали! Всем привет! Да, всем привет! С вами UwebDesign, подкаст «Суровый веб», выпуск номер 112. Сегодня 7 февраля 2017 года. Я правильно число сказал? Да. Без 10.11 по-челябинску. Сегодня мы даже чуть раньше, чем обычно начинаем. Я предлагаю сказать еще о температуре за бортом. Да, температура за бортом порядка 33 охлаждения воздухом, говорят наши телефоны. Мне всегда интересно, зачем в самолете говорят температура за бортом. Чтобы мы не хотели выйти из самолета вот в это время? Или просто, когда говорят минус 50 градусов, я что сразу должен думать? Ну ты должен пододеть какие-нибудь ватные штаны, еще у стюардессы плед попросить. Я не знаю, возможно это все скрытая реклама вот этих супер платных часов, там, мороженого и других там товаров. Типа щетки зубной за 129 евро. Может быть. Я не знаю, как, правда, минус 50 побудит меня. Хоть зубы почищу напоследок, да, перед такой температурой досвидостной. Ну вообще, да, говорят за бортом, и это на табло информационном иногда светится. Но еще говорят температура в аэропорту. То есть хотя бы просто, чтобы ты понимал, куртку, кофту в руки взять или все-таки накинуть? Не, я просто в процессе полета. Это очень странная информация. Это просто занимательное. Занимательное это с нами. А у нас, как обычно, занимательная страничка для вас, господа и дамы, девочки, мальчики. У нас можно регистрироваться на сайте ewebdesign.ru. И вы спросите меня сразу, Никита, а зачем регистрироваться на сайте ewebdesign.ru? А я вам скажу, чтобы удобно оставлять свои комментарии в сайт-баре. А в сайт-баре есть специальная тема для тем, которую я каждый раз так и называю. Вы заходите в нее и оставляете свои любимые, понравившиеся темы, свежие, искрометные, какие-нибудь интересные, которые вы подумаете, что мы вдвоем разберем. А мы потом их не разберем, и вы про нас забудете. Но вообще-вообще, вам вот, если вы зарегистрировались, капчу не надо будет каждый раз вот это кликать, я не робот, выбирать дорожные знаки, витрины. Вообще, я считаю, регистрироваться на сайтах, это хороший тон. Согласен, особенно если вы поддерживаете проект, например, на ewebdesign.ru.ru. Ну да, я даже и не об этом, я о том, что... Как у тебя вылезло? Не скажу, как что у меня это вылезло, но внезапно довольно-таки прошло. И кроме этого, еще мы планируем ввести закрытую секцию для подписчиков только, только для зарегистрировавшихся. И там будет ух, 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 и вообще просто будет самое... Ситуации паховые, патовые там будут. И аховые. И аховые. И кроме этого опросы, да, вы сможете участвовать в опросах, которые тоже у нас непосредственно на сайте будут, поэтому вы зарегистрируйтесь лучше заранее, а то вдруг потом как-нибудь что-нибудь обернется не так. Обрежем вам провода. И последнее, что я хочу сказать вот в этом блоке нашего классического, классической информации о том, что стикеры можно у нас заказывать и покупать, стикер с планеткой, то есть нашим логотипом Europe Design и с логотипом нашего сайт-проекта UVD Games. Стримы по пятницам. Да, так хотел сказать, что стримы, они у нас по пятницам. Вот, вот такая, как обычная информация, если вам что-то вдруг непонятно. И вы такие, как тетенька какая-нибудь в очереди, мне только спросить, то обязательно в комментариях спрашивайте. Там тоже можно спросить, причем в отличной форме, мы очень быстро всем по имейлу, по электронной почте, по электрической отвечаем. Хорошо. Все, к дизайну. Давай к дизайну. И сегодня у нас практически, я не совруюсь, я скажу, все темы, предложены слушателям. А, кстати, об этом будет один из вопросов в самом конце. Нам там скажут, что так делать не стоит, но вот в этот раз да. Ну-ка. Я как бессменный начинатель, хотя нет, иногда сменный. Как белье. Начинатель. Нет, я хотел сказать, что ты иногда и кончатель, но вот я, как сменный начинатель блока дизайн, позволю себе зачитать. Ю Цура нам прокомментировал. Только что посмотрел последний подкаст и сразу зарегался. Хочу сказать большое спасибо вам за ваши старания и позитивную подачу материала. Я ваш самый преданный фанат. Смотрел все выпуски, начиная с самого первого. Почему, правда, зарегистрировался только сейчас, непонятно. Мы уже выпусков 10 подряд об этом говорим, но не важно. Так. В голове не укладывается, что прошло уж аж 3 года, как я и Ювеб Дизайн вместе. Лавз. Меньше, чем 3. Ну да, так 22 марта или 24 марта будет 3 года. Ну, почти, почти. Спасибо еще раз. А вот и предложенные мной темы к обсуждению. Первая у нас такая лайтовая темка про тренды навигационных меню в 2017. В принципе, все почти как в 2016, но почитать можно. Это будет эта тема у нас? Да. Мы ее включили. Мы обе из них будем рассматривать, потому что Ю Цура с нами все 3 года. Надо отдать должное. Я считаю, да. Нужно отдать должное. Первая темка с Creative Blog. И написал ее старый знакомый Джейк Рошеляу. Рошеляу. Ну, короче, французское имя. Рошелье, может быть? Практически, да. Не, это даже не смешно. Это реально Рошелье пишет. Ну, кардинал. Не знаю, может быть. Но там классический такой чувак с кудрявщиками. Блин, здесь нету на Creative Blog. Если я нажму Джейк Рошелье, то нету его картинки. Но неважно. Ты стопудово видел. Наши слушатели, зрители тоже. Поэтому саживайтесь поудобнее на стул с точеным. Так. 10 трендов навигации для 2017 года. На самом деле, да. Здесь будут некоторые повторки. Я вас сразу предупреждаю. Как Ю Цура. Но написано все равно круто. Давайте, говорит, посмотрим вообще на тренды в мировом веб-дизайне по поводу навигации. Для разных типов. И везде здесь Джейк, он оговаривается, что тренды трендами, но надо думать башкой. И мне это понравилось по сравнению с классическими статьями про тренды, в которых все там восторгаются. Там, вау, новые там супер... 80-е меню. Вау, да, 80-е. Надо все делать в 80-е, это будешь не тренди. Вот здесь он говорит, что нужно всегда оставаться человеком в первую очередь. Да, честным человеком. Это Решелье нам будет говорить. Да, это нам Решелье будет об этом говорить. 10 возникающих навигационных трендов, которые возникли уже довольно-таки давно, но продолжают свой рост набирать в 2017-м. То есть я хочу просто подчеркнуть, что это конкретно тренды про навигацию. Да, про менюшечки. Так или иначе про менюшечки. Здесь будет и про разные навигации, не про классическое меню. Не важно. Хотя нет, важно. Просто не будем забегать вперед. Первое. Fixed Scrolling Navbars. То, что мы привыкли. Прилипшее меню сверху. То есть ты скролишь по сайту, и оно сверху остается, и ты всегда можешь к нему доступиться. Ты думаешь, это привычно, когда у тебя сверху что-то прилипшее? Я просто... В случае с веб-дизайном, да. Здесь давно уже у всех все прилипает сверху. Иногда сбоку прилипают какие-то флотинг, экшн-баттоны и так далее. US Magazine, как пример хорошего Fixed Scrolling Navigation, он приводит. И там Уилл Смит какие-то непонятные. Taylor Swift. Taylor Swift, да, точно. Снизу как будто Шакира. Ну, только молодая Шакира. Ну, неважно, мы сейчас не за этим здесь. Хотя, кто знает. Он говорит, навигация это вот место, в котором вы можете доступиться до любого другого места на сайте. И должно оно быть всегда под рукой. Поэтому, в принципе, такое скроллящееся меню, оно оправдано. Тем более, говорит, с использованием CSS и jQuery плагинов, накрутить такое прям вообще. Piece of cake. Очень легко, да. И, говорит, бывает иногда, переходит, когда какой-нибудь блок пересекает такое меню, на котором надо прям вот, чтобы контент был виден. Например, как на сайте Final Fantasy 15. То оно прозрачно, это меню становится. А потом скроллишь вниз, оно хоп белым закрашивается или каким-то еще для контрастности. Ну, классика, классика. Да. И здесь он в каждом блоке сначала описывает сам тренд, а потом отвечает на вопрос, а зачем же такое использовать. И вот он говорит, если у вас сайт с большим количеством навигационных каких-то элементов, всегда лучше их иметь под рукой, чтобы пользователи не тратили задержку. Так. Не тратили время на то, чтобы отскроллиться наверх и там что-нибудь нажать. Угу. Ну, вообще, говорит, вы не загоняйтесь, вот опять же, вот то, что я сказал, он всегда будет нас осаживать чуть-чуть. Говорит, вы не загоняйтесь, и если такое навигационное меню полсайта вас сверху занимает, то это тоже мавитон, потому что слишком много контента вас будет простаивать, точнее, контентной области. Я, причем, от себя скажу, что очень хорошим примером использования такого меню является то ли Facebook, то ли я не помню кто, то ли Facebook. Там, когда скроллируешь вниз, пропадает эта менюшечка, но только ты чуть-чуть начинаешь скроллировать вверх, оно появляется. Потому что приложение там или сайт, оно понимает, ага, он пошел назад, возможно, ему хочется просто в другую секцию сайта попасть, и когда ты скроллируешь в другую сторону, на Medium, кстати, так же сделано. Много где сделано, это хороший тон. Да, это я уже от себя добавляю, а у него-то этого нет. То есть мы-то все-таки умнее, чем решили в некоторых вопросах. Ну, мы даже не опытнее. Мы давно здесь сидим, да. Так вот, мега-меню. Так. Второй тренд. Чтобы ты понимал, давай объясним-то зрителям и слушателям, а то, может, детки-то не знают, что такое мега-меню. Мега-меню – это когда вы наводите на какой-нибудь пункт классического навигационного меню сверху, а потом вываливается хреновина на полстраницы, а иногда и на всю. Я просто по-другому это никак не описать. Реально хреновина здоровая мега-меню. Да, то есть прям все, весь контент перекрывает гигантское меню, в котором тоже, не поверите, контент. Очень часто используется в интернет-магазинах и в рубрикаторах. То есть когда вы там в каком-нибудь сети-линке, это не реклама, выбираете комплектующие и ПО, у вас хоп-мега-меню вправо. Ой, не ПО, да, комплектующие и ПО. Вправо гигантский список типов комплектующих и еще и подтипов. То есть чтобы вы сразу могли найти глазами списочек там внешние диски и SSD, и в нем пункт HDD SSD, перейти сразу на SSD и непосредственно уже закупаться. То есть это достаточно удобно для такого рода сайтов. Но здесь он приводит на Relevant Magazine. И он говорит о том, что здесь у них в мега-меню не просто рубрикатор. Там у них еще и, так сказать, недавние новости из конкретных категорий, прям сниппет небольшой. Кстати, вот в пункте God у нас вот здесь там вот такая-то статья. Пункт Life, Culture, Current и так далее. Я хотел сказать, что это все выглядит как дефолтная тема какая-нибудь WordPress, которую ты покупаешь на Team Forest за 20 долларов. Да-да, у них там почти здесь поддержка мега-меню, потому что это, ну, тренд, что сказать-то. Джейк прав. И отвечает он также и на вопрос, зачем же такое использовать. Ну-ка. Ну, вот если это у вас реально дохрена контента, если у вас мега-контент, то тогда вам нужно использовать мега-меню для того, чтобы можно было всех сразу посмотреть. Чтобы сократить количество кликов пользователя. Или наоборот увеличить. Ну, или увеличить, да, в случае, если пользователь будет обескуражен, будет смотреть и то, и другое. Но видишь, когда он приходит в какой-то крупный интернет-магазин, он готов быть обескуражен. Ну да. Но на вашем конкретном мини-блогике лучше такое не делать. Или если он приходит на гигантский новостной сайт. Он, в принципе, понимает, что если он сверху наводит на пункт недавнее, то у него на весь экран расхлопнется недавнее по категориям политика, культура, шоу-бизнес, погода. Мне кажется, на обычном уютном блогике вы обкакаетесь такое мега-меню заполнять. Вот да. То есть у вас ключевой пункт – это большой мега-контент. Да. Так вот. Поэтому думайте головой. Третья универсальная навигация мне понравилась. Ну-ка. Сейчас внимание. Да. Он говорит нам о том, что вот у Диснея на всех подсайтах, вот, например, Disney Frozen. Это, видимо, новый какой-то мультфильм. Он уже старый, но новый. Lego Frozen. Первый раз вижу и слышу, поэтому для меня новый. Так вот, именно на любом из таких проектов диснеевских, кроме основного меню, вот, Disney Frozen Video Games Gallery Product Store, есть еще диснеевское, так сказать, меню, в котором вы можете перейти на корневой сайт, ознакомиться с другими топовыми продуктами. Это напоминает порно-сайты. Есть один большой общий. Агрегатор, да? И у него, да, там всякие там где teens, визети там. With te, with друг другом и так далее, да? Да-да-да. Ну, короче говоря, да, похоже, вот, вот, представь, ты уже можешь обогатить немного наших подписчиков, хотя, скорее всего, они сами кого хуже обогатят. Они сами богатые. Как Уран, да. Ну, и как Плутоний. Здесь он приводит именно Disney и какой-то Vulture. Так. Видимо, это какой-то медиахолдинг, а у них большое количество каких-то новостей. Я вот, мы с тобой здесь из Челябинска, видимо, не знаю. Хотя, может быть, ты сейчас тоже скажешь мне, что ты знаешь. Вультурия, я не знаю, это надо что-то крутым быть. Сепультурия только надо знать. Так вот, почему использовать? Ну, он говорит о том, что очевидно, что если у вас крупная сеть какая-то. Не маленькая удочка, а крупная сеть. Да, то вы должны и, так сказать, рекламировать свою сеть и свои сторонние продукты. Ну, знаешь, ключевым, таким ближайшим примером российским, я могу сказать, вот этот вот Apple Insider. У них есть еще Android Insider и еще какая-то хреновина. Ну, мне кажется, если с чем-то встретятся наши подписчики, когда будут делать что-то, это, возможно, будут какие-нибудь авто темы. То есть будет один бренд, под которым будет много всего ходить, например, они будут делать сайт для Volkswagen, и там будет все под ним сразу. Ну да, Volkswagen Group. У них, в принципе, всего лишь элитный Volkswagen. Вот да, всего-то Volkswagen за 17 миллионов. Четвертое. Vertical Sliding Navigation. Это навигационное меню, которое по вертикали раскрывается, например, из гамбургера. И здесь он приводит в пример Award Site. Бывает, вот иногда вертикально вот так используют. Кстати, нужно везде говорить, что мобильная, мобильная составляющая. И вот мега-меню на мобилах вообще никак. Вот ничего вы не сделаете, только с помощью off-canvas меню, когда одно слайдится влево, и следующий столбик у вас здесь там показывается. Если вы выбираете комплектующие, у вас они уходят из списка комплектующих, причем основных типов. Жмете на него, и там подтипы также сдвигаются. Ну, короче, вот да. Что касается Universal Navigation, я думаю, можно на мобиле такое реализовать, хотя и не стоит. На мобиле ты стопудово, если уже зашел на Disney Frozen, то тебе насрать, что у Disney есть еще пираты Карибского моря. И Звездные войны. Ну да, согласен. Ты уже по Frozen трейлер хотел посмотреть, и ня-ня-ня пойти уже в кино. То есть там у тебя цели другие. Так вот, вернемся к Vertical Sliding Navigation. И здесь просто, ну, здесь еще One Bite to go ресторан приводится, в пример, и так далее. Для чего, говорит, использовать? Обычно, если у вас что-то на фуллскрин прям сделано, вы не хотите, чтобы меню нарочитое прям такое было, ну как бы прям занимало какое-то место. Но оно должно быть в шаговой доступности по нажатию там на логотип или на гамбургер или на что-то подобное. Или на какую-нибудь стрелочку сбоку, которая показывает, в принципе, нажми на меня, и сбоку вылетит птичка. Вот тогда вы делаете навигацию вот так вот слева или справа для того, чтобы она не мешала основному, так сказать, основной конве повествования. На телефонах, собственно, это вполне можно реализовать точно так же, почему бы и нет. Globally Hidden Menus. Это о том, что вот раньше было модно только на мобилах делать гамбургер-меню. Потом определенный какой-то период, я не знаю в какой, не готов сейчас рассуждать об истории веб-дизайна. Хотя, в принципе, кому как ни нам об этом рассуждать, ну, положим, в 2015-м, стало модно использовать гамбургер-меню всегда и везде. Просто для того, чтобы скрыть гигантское меню. И вот здесь, например, на Computer World есть пример такой, что меню скрыто. Есть Welcome to Paper Television, это креативное агентство, тоже гамбургер-меню сбоку. Хотя вот мы с тобой еще в 2011-м году использовали тему Bigfoot, помнишь ли, в 2012-м, я не помню точно, когда, от THB Agency, от Итальяшик, от The Happy Beat. Которую они уже не поддерживают эту тему. Да, эту тему они уже не поддерживают, но немного других крутых поддерживают, но неважно. Вот там у них везде была прям в меню пункт, типа, мобайл-меню везде. Они тогда не называли гамбургер-меню, просто мобильное меню везде. И там вот так было. В принципе, насчет 2015-го я, походу, приврал. 2012-2013. Но неважно. Для чего, говорит, использовать? Он говорит, вот, и здесь это важно. Он упоминает о том, что вообще обычно только технически прошаренные люди понимают, что гамбургер-меню это меню. Поэтому вы используете, типа, если у вас какой-то проект для прозорливой аудитории в этом отношении. Я правильно сказал прозорливая? Ну да. В этом смысле подходит, да. Поэтому, если вот вы B2B, какая-то техническая компания для технических других клиентов, то прям вот используйте и будете прям тренди. А если все-таки для бабушек и для тетенек, то не стоит. Логично. Мне просто хотелось, я думал, он разовьет, что будет вываливаться. Вот, допустим, в первом примере, вот из такого гамбургера, что будет, мега-меню вываливаться? Я думаю, что боковое. А, нет, в первом наверняка либо мега-меню, ну либо просто строчковое меню. Иногда, в примерах, жмешь на гамбургер и поверх логотипа меню вылазит. Вот вместо компьютера World, хоп, выстраиваются в строчку пункты меню. Такое, вот, кстати, в Bigfoot так было, почему мы вспомнили. Я почему вспомнил. А вот в Paper Television, мне кажется, сбоку-справа выдвинется. Ну да, да. Я согласен. Окей. Поэтому это уже на ваше, так сказать, усмотрение. Кстати говоря, вот в шестом пункте развития, как на мобиле это сделать? На мобиле можно сделать вот такое адаптивное меню, которое прям по всему экрану будет сверху всплывать. Ну и там вы что-то будете выбирать, менять и так далее. Кстати, по своему опыту скажу, довольно неприятно реализовывать скроллинг внутри такого меню. Если оно перекрывает больше, чем весь экран, то нужно еще внутри этого меню скроллить. А ты, бывает, скроллишь, и у тебя сзади сайт скроллится, а меню не скроллится. Ну то есть наверняка сейчас можно уже из фаундейшна какого-нибудь, или там, на чем вы сейчас верстаете. Из Bootstrap, возможно. Ну да, или на каком-нибудь там фреймворке для React, неважно. Наверняка есть уже модуль такой, responsive меню. Ну вот, в общем, оно. И на Comedy Central такое используется как раз. Если говорить о примерах, здесь на каком-то Politico тоже вот есть. Ты должен про порно-сайты сказать после такого красного оформления. Да-да-да-да-да. На Bonkakams на каком-нибудь. Ну, Live Jasmine. Ну да, да. Неважно. Визитерс должны, короче, иметь доступ ко всему сайту даже на телефоне. Они говорят, поэтому... Они. Джейк. Ришелье. Поэтому субменю должно быть, если вы хотите, чтобы... Если у вас сайт, ну, как бы, все равно более-менее разноплановый. Здесь не просто лендинг. Там, понятное дело, нехрен на таком меню показывать. Ну, только разве что пункты. Но это не лучший способ реализации пунктов на лендинге на телефоне. А если у вас все-таки довольно такой широкого плана сайт, то есть там male, female, купол, то все-таки делайте субменю. Седьмое. Топ-стори с карусели. Так. Слайдеры с фичард-постами, так скажем. Это тоже, оказывается, у нас тренд нынче. Причем, ну, вот ты понял какой. На картинке New York Times, вот сверху вот эта вот штуковина, знаешь, это практически как бегущая строка на новостном канале какого-нибудь РБК или Россия 24. Наверняка, я так скажу тебе, у меня зрение пропускает это дерьмо. Но наверняка есть мужики, вот мужики, которые еще пользуются приложением акции на айфон. Они, возможно, смотрят эту строку. Все возможно. Напишите в комментариях, если вы пользуетесь. Если вы мужик. Да, и лайк тоже, если такое дело. Но вот на, видишь, на каких-то прям таблоидах практически. New York Times, Vogue. Возможно, все-таки тетки, а не мужики. Все можно. Может быть, определенная категория теток, то есть почти все, и определенная узкая категория мужиков. Хорошо. Why use them? Вот если видишь, он говорит, вы используете, дизайните блог с контентом, с прям high-volume контентом. Не представляю, что такое значит high-volume, с объемным контентом. Ага. Или с большим объемом контента. Хрен его знает. Скорее да, скорее да. И у тебя надо вот много показывать. Ну, слушай, тогда можно и мега-меню. Ну, ладно, неважно. Но видишь, у тебя именно блог. Да, да. Чтобы картинку. Прямо практически нау-трендинг. Супер-новости, которые прямо сейчас. Трамп еще одну стену там построил. Еще там десятерых мусульман выгнал под жопу и так далее. Да, да, да. Поэтому, да. Кстати, смотри-ка. Вот это именно для, так сказать, для вспышек. Новостей и вспышек. Вот эта вот полоса. Ну, чтобы ты хотел нажать. Прям ты, да. Вот ты как бы зашел почитать о том, какая погода на неделю. А там сверху у тебя уже там в Турции теракт. Ты такой, блин, стопудово теракт. Прочитай еще и про него. Ну, есть категория сайтов. Прям много таких сайтов, где это новостные в основном сайты, где используется такая хреновина. Да, видишь, most blogs publish lots of content. Восьмое это меню. У нас классический дизайн длится бесконечность, но это нормально. Восьмое это содержание, так сказать. Так. Если вы используете большую статью, то у вас, ну, вот, например, здесь Ahrefs blog какой-то, и здесь quick links есть сбоку. В левом сайдбаре, типа, быстрые ссылки. Я не знаю, является ли это подзаголовками на какую-то статью или нет. Или это просто, так сказать, информация к размышлению по теме. Ну, неважно. В общем, вот quick links это один из способов реализации содержания. А второе, это, ну, как классическое, как на Википедии. Ну, вот здесь он sweet home показывает. Это просто тупо содержание, реально. Все заголовки дублируются как список, и мы по ним можем перейти. А для чего использовать? Ну, вообще, это хороший юзер экспириенс, если у вас гигантская статья. И вы хотите дать своим пользователям возможность дать ссылку на какой-то конкретный раздел этой статьи, то они вернутся там правой кнопкой на этом пункте меню и так далее. Я вот так часто делаю, например, на Википедии тебе вот, например, даю ссылку на конкретно под какой-то пункт. Да, это прикольно. Вот. У нас, кстати, на uwebdesign.ru у статей с подзаголовками, ну, например, на статьях, которые к подкастам. Вот я сейчас в 111 зайду. Рядом с каждым подзаголовком, может быть, кто-то не знал. Слушатели, представьте. Есть решеточка со ссылкой. И там есть якорьки типа Subtitle 1, Subtitle 2 и так далее. Да, и это... PHP-шка. Юзабилити-то нормальная такая. И да, можно прям на них давать ссылку. Я сейчас даже тебе покажу, как это выглядит. А когда я так ее делаю, она даже мне... Хотелось бы, чтобы она мне подмигнула, потому что у нас есть стиль на увеличение того, что по якори. Но тут что-то не подмигивает. Возможно, что-то я другое там перекрыл как-то. Не готов сейчас ответить. Но, в общем, это прям вот для обычного юзер-экспириенса, для людей хорошо. Но кроме этого, еще и для Google это хорошо. Потому что есть перелинковка. Так или иначе. И внутренняя, внутри статьи. И если есть в содержании какие-то ссылки на внешние статьи. Ну, не на внешние внешние, а на внешние, внутри этого сайта. То тоже это прям супер круто. Окей. Поэтому он еще прям говорит. Я даже не представляю, почему бы не задизайнить на гигантских статьях содержание. Это же настолько, типа, удобно и круто. Так и дизайнят много где. Ну, он имеет в виду, что, видимо, бывают длинные статьи без содержания. И это плохо. Как вот на Medium иногда. 22 минут рид. И все. И пошло. Прямо столбом. Без картинок. Девятый пункт. Девятый тренд. Меню. Он вот так это назвал. Ссылки в углу капсом. И тут классические ссылки просто в углу, так сказать. Ну, слева логотип. А справа вот эти вот ссылки. Я, говорит, даже не знаю, как их вот назвать. Этот тренд. Одним словом. Вот ничего, кроме как ссылки в углу капсом он не придумал. И, говорит, есть характерные черты. Ну, все капсом. Маленькое расстояние между буковками. То есть, прям так плотненько. Большое расстояние между пунктами меню. То есть, прям такие дырки. Ну, вот тур. Ну, честно говоря, это дефолтное меню. Вот самое дефолтное меню. Ну, вот экстра, да. White over light hue. И оно еще все такое бледненькое, тоненьким шрифтом. Ну, да. Мы с тобой часто обсуждали это, как бы сказать, в трендах флэт дизайна. Ну, да. И вот это, говорит, зачем использовать? А он что, будет лиц, что ли? Вот это что, зачем? Он везде, видишь, зачем использовать. А я ему? Да, да, да. Но он, говорит, просто кажется, прям вот смотрится профессионально. Вроде, говорит, так незаметненько, а вроде и видно, и заметно, и круто. Ну, вот как мне кажется, это более понятно, чем любые гамбургер-меню, слева выезжающее дерьмо. Это просто менюха. Ну, смотри, он советует это стартапам и корпоративным веб-сайтам. Ты какую принадлежность для себя выберешь? Стартап или корпоративный веб-сайт? Ой, не знаю даже. Корпоративный веб-никита. Или стартапный-никита. Я, кстати, вот сейчас я десятый тренд скажу, и мы выберем любимый тренд каждого из нас. Давай, давай. Прям будем развлекать наши подписчики. Я, походу, уже. Десятый пункт, десятый тренд, это навигация по точечкам на одной странице. Понял, да? Когда у тебя есть лендинг длинный, и ты по точечкам справа можешь на каждый слайдик переходить. Ну, это точно кал, я сразу это не буду выбирать. Ну, давай. Согласен, я тоже, но сказать нужно. Все наверняка видели, это то же самое, как фуллскрин слайдер. Ну, короче, ты скролируешь даже мышкой или трекпадом, он тебе по одному слайдику так листает, и точечки меняет местами. Но оно вызывает небольшой вау-эффект, будем говорить. Ну, согласен. Меня уже не вызывает, правда. Уже 20 раз назад как не вызывает. Но изначально было прикольно, согласен. И при наведении даже на эти точечки иногда всплывают заголовки каждого этого слайда. Если прям по UX хорошо сделано, в некоторых, вот я видел, реализациях наводишь, и там хотя бы видно, что последняя точечка — это контакты, предпоследняя — это buy now, ну и так далее. То есть это для лендингов чаще всего используется. Ну и он здесь говорит, типа, а зачем использовать? Ну вот вообще, говорит, я бы использовал на сингл-страницах даже, то есть вот на лендингах одностраничных, вот твое верхнее вот это меню просто со ссылочкой, и по нажатию он бы слайдился туда-сюда. Но если хотите использовать именно точечки, говорит, используйте, но это вообще можно даже и комбинировать. То есть как бы и сверху подписи, и справа точечки меняются. Ну понятно. Так что вот такой вывод, как ты мог подумать такой, что думайте башкой, не используйте тренды бездумно, смотрите, какого типа у вас сайт, какого типа люди будут на него ходить, какой тренд именно, а может быть не тренд, а... Ну как бы здесь вот по факту он сказал, что это 10 трендов, но на самом деле это, мне кажется, просто 10 вариантов меню. Вот еще вот мне, скажи, еще несколько придумать. Ну я, конечно, несколько придумаю, но это будет настолько эйджи-кейсы, то есть настолько это вот на одном сайте в мире можно использовать, а больше и нельзя. То есть там по центру на виниловой пластинке, на каждой дорожке типа пункт меню. Ну это так, это чисто арт-объекты такие делать, поэтому да, нужно думать башкой и выбирать. А теперь давай придумаем, вот какой у нас любимый. Ну я про тот, который сказал, он хороший, я в принципе за него, но еще мне нравится первый, который фиксит скроллинг на в барс. Ну это классика, конечно. Вот, поэтому мне вот соблазнительная классика нравится больше, чем я вот не доверяю, когда слева что-то вылезает. Ой, да, это прям отвратительно. Она еще почти всегда лагает, тормозит, еще как-нибудь вылезет и потом что-нибудь перекроет, ты его призакрыть не сможешь. Ну то есть, на самом деле, конечно, зависит от реализации. Любой тип этого меню можно сделать непротивно. Но я вот выберу, ты вот, если бы спросили тебя, что Санька выберет, наверное бы не догадался. Третий пункт. Ну как? Универсальная навигация, когда есть общий бренд какой-то. А, ну это прикольно, да. Мне вот как-то вот нравится это. Ну это по Америке как-то, почему-то. Вот у нас так не делают. Ну почему? У нас на Хабре примерно так. В СНГ. Понимаешь, у нас же на Хабре есть вот это общее меню сверху, которое всегда Хаббард, Остер, Гик Таймс. А, ну да, да. Ну и вот Apple Insider. Это первое, чем мне приходится. Ну сейчас тебе дали инвазь, считай. Ну да, мне теперь можно любить такой тип навигации. Пишите в комментариях, какие пункты нравятся вам, а мы переходим дальше. Ой, да ты сейчас так сказал, как будто что в сумочке. Пишите в комментариях, что у вас в сумочках. Ладно, давай, окей. У меня тут две помады от Арифлей. Следующий пункт от Ютсура. От Ютсуры, да. Статья на веб-дизайнер Депо, от которой я, напомню, отписался, но нам продолжают с него предлагать темы, и они даже и неплохие. Походу, пора обратно подписываться. Но я не собьюсь. Нет. Давай, там какие-то бритвы хипсерские. Причем, к чему эта бритва, я тут нихрена не понял. Статья про пять эффективных способов, когда юзер-интерфейс, так сказать, рекламирует нам UX. То есть, когда... Че? Короче говоря, когда UX зависит от интерфейса. На самом деле, почти всегда. Это очень дженерик статья. Я просто, вот так сказать, в угоду Ютсури хочу ее разобрать. Ничего гениального в ней нет. Написала ее Самела Гарсия. Она уже в Америке не живет? Возможно, уже, да, на высылках. Посты с 7 days ago на Кубу обратно отправили. Так. И она говорит, вот, как вы-то и не знали, а самое большое влияние на юзер-экспириенс оказывает юзер-интерфейс. Да ладно, нахрен. И давайте, говорит, вот мы рассмотрим 5 простых, но вот хороших, прям важных таких способов улучшить юзер-интерфейс и сделать так, чтобы, как, точнее, показать, как юзер-интерфейс влияет на юзер-экспириенс. Первый, это улучшить скорость страниц. Ну... Никто же и не знал. А вот она-то нам открывает Америку, а уже не Америку. И больше, что... Па-да... Закрывает Америку, так. Так, что по данным Кисметрикс, на 47 сайтах люди отваливаются, если нагрузится больше 2 секунд. Это абсолютно логично, по-моему. Я переврал статистику. 47% посетителей ожидают, что сайт загрузится меньше, чем за 2 секунды. Ну, суть примерно одинаковая. И если больше, чем 3 секунды, то примерно 40% в среднем отваливаются. Так. Вот так вот. Причем каждую секунду отваливается еще 7%. Такая хитрая математика у нас в дизайн сегодня прокралась. Хотя и не хитрая, на самом деле. Поэтому давайте, говорит, позаботимся о том, чтобы грузилось все быстро. Об этом, кстати, сегодня будет в разработке. О том, как быстро грузить. Ты чего меня грузишь, Тарантино? Сразу вспоминается фраза. Никто, наверное, этот видос не смотрел. Напишите в комментариях или поставьте лайк, если знаете, о чем речь. Так вот. И она говорит, чтобы меньше 3 секунд у вас грузилось, вы попробуйте это. Simple design сделать. Клин. Да, уменьшите, говорит, flash decorations, анимации уберите. AB тестирование, говорит, прям проведите и увидите, что всякие анимации нахрен не нужны. Оптимизируйте свои изображения в графических программах. Но это, причем, нормальный совет. Выгодит, не надо ресайзить изображение с помощью HTML. Во-первых, просто пользователь банально грузит большую картинку, хотя она ему нахрен не нужна. Но кроме этого, еще и браузер, отрисовывая все сессии, если сжимается или в HTML. То есть, допустим, ты картинку 800 на 600 показываешь в размере 300 на 200. То еще и рендеринг долго происходит, потому что еще надо сжать, сузить и так далее. Меньше, говорит, плагинов используете. Ну, то есть, такие достаточно очевидные советы. Если, говорит, сайт ваш популярный, то используйте CDN. Ну, да, я для наших подписчиков напомню, что CDN лучше использовать той страны, в которой вы находитесь. Если вы вдруг фаппенинг открыли, свой личный. Да, то вы в Москве CDN покупите. Не надо Лос-Анджелесовскую. Ну, если только ваши посетители не из Лос-Анджелеса. Ну, тогда вы просто в Лос-Анджелесе и захоститесь. И CDN-ка вам будет не нужна. Тогда у нас все хорошо у вас. Ну, хотя нет, нужна для того, чтобы пока еще не настала эпоха HTTP 2.0, немножечко распараллелить загрузку по поддоменам. Ну, ладно, это мы уже углубляемся. А, как ее зовут, Сомелия Гарсия, точно не собиралась углубляться здесь. Leveraging Whitespace. Вы, говорит, используйте пространство между какими-нибудь блоками. Я напоминаю, как UI влияет на UX. Тема нашей, этой статьи сегодняшней. И она говорит, вы побольше пространства свободного между элементами сделаете, чтобы они выделялись. Приводит, в пример, сайт Chanel. Действительно, девочка. Какой еще пример она может привести? Здесь большое пространство между телками на фотографии, во-первых, чтобы мы могли сакцентировать на каждой из них внимание свое. Так. Представляешь, между еще титьками у них было бы большое пространство, чтобы на каждой можно было бы сакцентировать внимание. Ну, я думаю, что, давай, раз мы уже начали их обсуждать, я думал, что мы не будем углубляться, опять же, но мне кажется, это или одна и та же. Так. Или это абсолютные близняшки? Ну, нет, они похожи, но они разные. У них глаза просто разные. Да? Нос даже разный. Чуть-чуть. Ну, может быть. Ну, это сестры. Давай сойдемся на то, что мы сестры. Или это дама, у которой разные глаза. Прям сильно разные. Даже ушные раковины, мать ее, разные. У них челка еще. Ну, слушай, подстриги их одинаково. И в этом вся, на самом деле, похожесть. Окей, ладно, углубились немножко. Профиль подбородочный чуть-чуть одинаковый. Ну, так вот, кроме этого, еще и пространство между пунктами меню, обрати внимание, достаточно большое, разреженное. Ну, то есть, они не нагромождены друг на друга. И это нам прям user experience, согласись, улучшит. И оно, знаешь, что еще улучшает? Когда много пространства, вот так вот, оно тебе кажется, как будто это что-то элитное. Что-то вот такое лакшери. Ну, кстати, вот да, в навигации же он сказал, вот этот вот, который тебе понравился, когда дырки между пунктами меню, оно, говорит, профессионально смотрится. Вот, вот. Вот лакшери, да. Ничего лишнего, потому что. Прям могут себе позволить две строчки написать и 10 тысяч долларов за это. Да, не как в ситилинке, ты заходишь, у тебя вываливается хреновина. Совсем не лакшери, согласись. И ты такой, твою мать, что здесь, зато за 100 рублей можно провода купить себе. Ну, вот да. Мне Google реклама, не поверишь, Facebook, а справа зарегайтесь на Facebook. У меня, походу, здесь низойдено в моем броузере. У меня World of Tanks. Нормально. Третье. Уменьшаем количество текста. У меня дальше облачный сервис для стоматологии. Ладно, все. Не будем рекламировать никого. Facebook, Facebook, Facebook. Cutting down the amount of text. Уменьшаем количество текста. И это, в принципе, достаточно очевидно, но она приводит небольшую статистику. Нильсон Норман Групп проверили, что хороший объективный копирайтинг улучшает результаты усвояемости до 124%. Если писать удобоваримый текст и не загромождать количеством текста, то лучше воспримется. Представь себе. Здесь пример Bellroy. Это какой-то бренд кожаный, видимо. Потому что здесь какие-то визитницы, чехлы для айфонов, кошельки. Так. Лопатники, да что ли? Да, в натуре. Ключницы даже есть. Вот как эти люди, которые ключи в ключнице носят? Блин. Это лакшери, возможно. Это крутые, крутые. Да, согласен. Разрежено у них там все. Это сколько карманов надо иметь, чтобы в одном у тебя чехол с телефоном, в другом визитница, в третьем лопатник, в четвертом блокнот еще, а то у тебя во внутреннем кармане пальто. Там еще бутылка подтарщивает немножко. Кстати, да. Абхазского вина, лыхны. Да, лыхны какие-то. Вот, обрати внимание, текста у них здесь мало. Gift giving made all so simple. А он most popular wallet. Вот такие вещи здесь написаны. И мы вроде как даже и улучшается наш юзер экспириенс, от того, что всего по одной строчке указано. Дальше все наши уже глаза сами придумывают. Вот этих макапах кошельков и визитниц. Четвертое. Уменьшаем количество визуальной неразберихи. Так. Это вот напрямую, так сказать, продолжает третий и второй пункт, о том, что нужно много пространства и мало текста. Но вот кроме того, что нужно много пространства и мало текста, надо еще уменьшать всякое. Здесь вот сайт ETQ. Я думал, надо увеличивать всякое. А тут надо уменьшать. Вот у нее уменьшать, да. Сайт ETQ тоже, смотри, элитный. Гамбургер менюшечка. Аккуратненькое, маленькое. Ноль, это в правом углу, я так понимаю, количество товаров в корзине. Там будет меняться ноль, один, два, три. Так. Как считаешь? Или количество уведомлений. Ну какие нахрен уведомления в интернет-магазине? Вот именно. Поэтому я думаю, все-таки количество товаров в корзине. Хотя вот значок корзинки я бы все-таки подрисовал. Но видимо тут настолько лакшери, что как бы вопросов не возникает ни у кого уже. Кожаные куртки, ботинки. Да. Давай сейчас сразу в прямом эфире зайдем на Apple.com. И мне интересно, это лакшери или нет? Нет, у них должно быть типа лакшери. Ну у них тоже там достаточно разрежено. Сверху Apple, Mac, iPhone и по центру картинка. Нет, зайдем в какую-нибудь категорию маков. Зашел. Mac. Mac. И просто ты его скролируешь и здесь достаточно все разрежено. Здесь маки просто между дюймом и дюймом. Да, между одной строчкой. Да. И все. И компейер, do-day delivery, accessories и все. Угу. Прямо лакшери. Правда шрифт вот, они правда по-моему, хотел сказать говно, осекся чуть-чуть. Ну там. И по-моему на Сан-Франциско перешли. На Сан-Франциско, по-моему. Сейчас смотрю. Нет. Нет. Не нет, а да. Не да, а нет. Ищу. Сан-Франциско про текст, да. Ну не нравится он мне. Он настолько безликий. Настолько мне кажется, что я просто пункт настроек у себя открыл на ноутбуке. Да. Вместо сайта. Ну ладно. Не об этом. Не об этом сейчас давай. Ну лакшери, короче. Ты прав, да. Ну у ETQ еще больше лакшери. Даже надписи нет. Согласен. Надпись фильтр справа снизу. Что это? Как в инстаграме фильтры включаешь, что ли? Ну не, это, понимаешь, это фильтровать категории. Конечно. Как сетилин, что пудово. Но прям вот ну слишком сильно лакшери. Надо, хочется прям перейти к ним на сайт. Лухари. ETQ Амстердам. Это голландцы, то есть еще. И меня сразу встречает то, что у них сейл. Крестичек сбоку. Такой робкий. И да, у них опять эти кроссовки. И куртки эти кожаные. Прям актуально достаточно у них здесь все. Sonic Black. Сколько стоит? 10 тысяч долларов сейчас будет. Нет, 240 евро. Ну тоже дорого достаточно. Дорого. Обычно, ну, до сотки доходит. Ну да. Эко стоит сотку. Tommy Hilfiger стоит сотку. Там евро? Да, 240 евро. Это дорого все. Тем более засраные. Ну ладно, лакшери, что мы говорим-то. Видимо, кто там она с Амелия Гарсия может себе позвонить. Она не видела такие кроссовки, что они као у себя в Мексике. Но, возможно, она их шила там даже. Ты что? Ладно. Пятое. Это нужно четкий call to action, чтобы был. Так. Тоже продолжение вот этого всего. Ничего лишнего. White space, маленький текст и гигантский красивый call to action. Вот, кстати, бритвы. Бритвы, как пример хорошего call to action. Explore Blades. Ну да, окей. Ну, имеется в виду, что call to action кнопка купить. Контрастный, да, какой-то. Но не обязательно купить. Подписаться, может быть. Оставить свою почту. Ну и другие. Оставить токены. Хорошо. Другие кнопки, да. Все. Она даже conclusion не сделала. Высунула просто сразу на сухую и все. Возможно, ее депортировали. Прямо в тот момент она не дописала статью. Вместе с депортировали. Я причем депортировал. Депортировал. Она тогда паспорт будет российский, который показывает с зубами прям в камеру. Ой, ну ладно. Что ты можешь, Никита, сказать? Какой твой любимый пункт? Хотя они настолько вытекают один из другого. Кроме первого. Первый какой-то просто технически ворвался. Это как будто за нее муж дописал. А потом его первого выслали. И она уже дописала просто. Ну, мне нравится про лопатники. Не знаю почему. Просто потому, что это лопатники. Потому что ключница. Я понял. Да, да. Ключница дева. Вот тут то же самое. Следующее у нас. Давай. Че там дают еще нам в теме про дизайн? А это, господа, все еще дизайн. ВД прокомментировал. ВД у нас было же. Я не помню, я шутил или нет. Для меня ВД, из-за того, что я теперь в поликлинике работаю, это всеобщая диспансеризация. Отлично. Я не знаю, этот человек что имел в виду. ВД, напиши в комментариях, о чем твой ник. Вирус Дистракшн какой-нибудь. Я не знаю. Вижуал Деливери? Вижуал Дебил. Хорошо. Продолжай. Привет предлагает тему, он нам говорит. Причем даже большие тире использует по лебедю, как я. На Windows Alt 0151. На цифровой клавиатуре. Круто, круто. Популярные техники веб-анимации. Первую его темку я решил взять. Вторая, к сожалению, сквозь бюрократию не пробралась. Там завернули на каком-то из этапов. Просто зато эту, зато эту на пьедестал из трех горячих тем поставили. Так что сосредоточимся. Знаешь почему? Я даже вот не побоюсь этого слова. Ее Ник Бабич написал. И причем это на Бабич Бис. То есть, по идее, это должно было стоять первой, но мы уступили. Мы уступили Юцуре. Потому как он с нами все три года. Хотя мы еще трех годов нет. Но он с нами все три. Хорошо. Хотя, понимаешь, это каналу три года. А паблику-то уже ого-го. Паблик с 2011. Кстати, да. Поэтому, возможно, он тут прям пионер. Юцуре, отзовись в комментариях. Поставь лайк. Расскажи друзьям. Напиши, что ты помнишь первое про нас. Первые свои слова. Первые шаги. Возможно, что-нибудь плохое. Хотя про нас хорошее, по-моему, нереально. Про нас как про покойников, на самом деле. Лучше хорошо или никак. Короче, суть какая. Бабич-то в этот раз ты мне проспойлерил и сказал, что он отличился и написал хорошо. Ну да. Он, во-первых, хорошо написал. Хотя последние его статьи, они, ну, прямо скажем, не блистали. Прямо вот исписался он. И списался. Ну, давай тогда послушаем. А здесь круто. Причем здесь на твой любимый вопрос. А что там про... Мобилы? Про мобилы. Есть ответы сразу. Он прям... Возможно, он нас все-таки слушает. Я буду тайно тешить себя надеждой. Потому что он прям почти в каждом пункте про мобилы пишет. Yes. Застучались мы до него с тобой? Или ты один? Ну, просто видишь, он всегда говорит, что он мобильный пацан. Поэтому я тут не знаю. Ты его качал за базар. Я согласен. То есть это не надуманно тобой было. Это прям вот... Раз уже претендуешь, значит, соответствует. Да, да. Так я это хотел бы сказать. Ну и здесь мы сразу видим в вот этом вот... В этом вот хедере. Picture header. Header picture. Сразу видим инструменты. Кого? Слесаря? Сантехника, да. Один. Один сантехника. Один супер дизайнера. Вот чтобы ты понимал, по центру это не ручка. Это вакуумовский стилус. Да, я немножко не тупой. Я стак транспортир и карандаш. Это уже с дортранспроекта, чуваки. Нет. Ну транспортир это по геометрии рисовать. Ну по черчению, по всякому. Именно в седьмом классе. Да? После изо. Когда у тебя в акварельке еще ручки? Да. Ладно. А где анимация? В чем, интересно, у Бабича ручки были, когда написал статью? Я просто... Я думал, будет какая-то анимация, потому что popular web animation все-таки. Ну слушай, ты с транспортиром, стилусом и гаечным ключом продумываешь эти анимации. А потом уже их реализуешь все-таки в программных продуктах. Давай. Например, Adobe. Кстати, здесь, те, кто нас слушает в метро, там и т.д. и т.п. Потом, посмотрите, там анимации прикольные, плавные очень. А те, кто смотрит... Да, 60 FPS, прям он гифки хорошие приложил. Не постеснялся. Функциональные, говорит, анимации, это один из столпов современного веб-дизайна. Прям вот не было бы детальности и детализации в веб-дизайне без анимации. Вот некоторые вещи просто нужно один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Например, как наш подкаст. И вот, говорит, несколько примеров тех моментов, когда вот без анимации просто никак. Первое, прогрессии. То есть, например, анимации загрузки. Всегда, говорит, можно вот здесь типа цитата или как. Всегда нужно постараться сделать ожидания более приятными. Если вы не можете, так сказать, уменьшить. Ну, то есть, это на самом деле справедливо. Даже если вдруг у вас какой-нибудь бизнес связанный с клиентами. И вот у вас есть какие-нибудь очереди с ожиданием. Предложите им кофе, чай, как в стоматологиях, например. Конфеты, чтобы сразу зубы пошли к вам же лечить. Пока мужьёв, жён ждут. Журнальчики положите, телевизор включите. Смотри, нихрена, да? Я вот когда готовился, не придумывал такую метафору про стоматологию. А сейчас прям придумал, и круто мне стало сразу. Так. Ну, согласись, это же для этого и сделано. Чтобы скрасить ожидания. Ну, да. Вот анимации на страницах для того же, чтобы скрасить ожидания. Здесь катулька очень плавная, прям крутая. Давай, ты рассказывай. Просто у меня, знаешь, что сразу? Первый пример. Вот недавно с работы, опять же, горяченький, как пирожочек. Давай, давай, давай. Когда чувак покупает что-нибудь, например, не в интернетах. В смысле, не в интернетах, не в соцсетях. Не из браузера, с десктопа. А если он покупает на телефоне что-нибудь. Например, в приложении H&M. Или ты имеешь в виду встроенные покупки в играх? Ну, допустим, допустим, ладно, хорошо. Пусть, да насрать на самом деле. Где? Говно, дерьмо и насрать? Да. Так. После того, как он ведет карточку, он, у него будет такое ожидание, которое прям вот плохое ожидание. И чем больше он длится... Потное, потное ожидание. Согласен. Вот прям вообще. Я понимаю, что люди, которые уже миллионы потратили в интернете, это не проблема. В принципе, они пораженные твари, они ждут. Они, во-первых, ждут. Во-вторых, если они уже миллионы потратили, то что тут у них десятитысячная покупка крутится, и непонятно, закончится или нет, ну и похрен. Да, да. А вот люди, которые не так часто совершают покупки в интернете, а некоторые из них опасаются даже совершать покупки, им бы вот такую анимацию было бы очень хорошо, потому что действительно вот это ожидание потное, оно как бы дает о себе знать, господа. Я думаю, что несколько тысяч нервных клеток без анимации вы... Точнее, с анимацией вы сэкономите эти несколько тысяч нервных клеток. Саня в этот момент просто мне закручивает стойку, и... Как-то это не имеет эффекта никакого. Ты как-то ее расхлябал, возможно, специально. Возможно, я что-то не понимаю, тебе нравится, что она ходит. Нет, мне нормально. Она ходит, я с ней живу. Ну, давай, про анимацию, окей. Да, я продолжу, с вашего позволения. Так вот, ну, как бы, надо скрасить ожидание. Причем, ладно бы просто ожидание, вы какой-нибудь спиннер прикольный накрутили, вот типа катулька, там, мумор-мумор-мумор-мумор. Это одно. А второе, вы можете в анимации отобразить прогресс. Ну, например, когда вот в World of Warcraft путешествуешь с одного континента на другой, ну, не мог я, не мог. А я хотел про Warcraft еще второй сказать, когда у тебя несколько стадий постройки. Блин, мы с тобой это обсуждали, то ли в пятницу, то ли в... Ну, когда-то, когда виделись. Да, да, да. Ты уже обувался, и мы с тобой внезапно вспомнили, что вот в каком-то из Warcraft есть стадии постройки. Ты уже обувался, одевался. Ладно, окей. Продолжаем. Я уже курил, да? Так вот. И здесь, и вот, я так понимаю, поиск, так сказать, денег, поиск рейсов из пункта А в пункт Б, например, из Нью-Йорка в Гавану, как в случае с нашей предыдущей авторшей статьи, вот в этот момент самолетик летит, так сказать. У нее-то летит уже, да. У нее, да. Причем, я не понимаю, почему именно вот на этой гифке, когда самолетик долетает из Леда в ЛПП, на полсекунды появляется надпись «Гиф» сбоку. Как будто сам Бабич для себя, он как-то на рабочке это сохранял, и помещал, вот это гифка. И как бы, почему мы потом не выпилив этот кадр, мне непонятно, но вот, видимо, был какой-то в этом смысл. Если, Николай, ты нас слушаешь, объяснись. Нихрена ты вас звал сейчас. Ну, почему бы и нет. Короче говоря, здесь анимация, она и UX-овый смысл выполняет, в том смысле, что и ожидание скрашивается, и мы прям глазками следим, как самолетик летит, и круто. Тебе, мне кажется, скорее Гарсия ответит, чем Бабич. Согласен, он не зайдет, что-то как-то он охренел вообще. Так вот, здесь дальше идет прогресс, так сказать, пошаговый. Ну, допустим, там оплата, заказ, выбор доставки и так далее. И вот в данном случае есть регистрация, потом какие-то настройки, потом финиш. Почему бы, если мы из пункта А в пункт Б двигаемся, пусть там это Аяксово, не обязательно с перезагрузками страниц, ну, стопудово Аяксово. Почему бы нам не анимировать эти пункты? Опять же, мы скрашиваем ожидания, но еще и смыслово пользователь понимает, на каком этапе он на данный момент находится, и сколько ему еще этапов предстоит и так далее. Это прекрасно. Следующий пункт, мой любимый. А мы, опять же, у нас здесь, видишь, дайджесты, и мы вольны выбирать любимые. И я прям проспойлерю вам вот этот мой любимый из этих всех функциональных анимаций. Ну-ка. Скелетон экрана. Ну, а именно скелеты, короче говоря, вот грузится у нас новостной сайт, или вот в Facebook, или в Slack, у них это уже реализовано, и нам не просто пустой экран грузится, а progressive enhancement, там практически подгружаются посты, сначала один, потом другой, а на месте не подгрузившихся еще, так скажем, силуэты. Видишь, да? Я вижу. Типа там будет текст, там будет картиночка и так далее. Это приятнее, чем спиннер, который вот бесит. Да, 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 спиннер, это прям outdated, прям, верните, мой 2007. Просто видишь, опять же, там есть спиннер, там чувак ждет вообще весь контент. В случае со скелетоном он уже увидит хотя бы, опять же, имидж, хедер имидж, вот эту хреновину. Да, да, поэтому, ну, нельзя прям переоценить. Это скелетон скрин анимейшн, реально, тот чувак, который первый это придумал, он там какой-нибудь премии достоин, нобелевской премии нет. Он уже скелетон, я думаю. Да, ну ладно. Следующий тип визуальных анимаций это визуальный фидбэк. То есть сейчас мы разбирали первый большой блок, это прогресс. То есть когда мы, что-то, так сказать, происходит у нас, какой-то процесс. А визуальный фидбэк это уже непосредственно реакция на какое-то действие. В данном случае наведение. Для десктопов это наведение, а для мобил это элевейшн. И здесь вот ты мне должен подсказать, я немножечко не понимаю, что имел в виду Николай. Ну-ка. Ну, при наведении, говорит, вот иногда пользователи думают, а туда ли я навожу, то ли я собираюсь нажать. И мы должны при наведении каким-то образом ему просигнализировать, что да, дружище, именно это ты и должен сделать. То есть вот buy now, кнопочка хоп, и перекрашивается в другой цвет, и как бы призывает нас ее нажать. В принципе, как он здесь говорит, он позже об этом скажет. Но я, видите, я заранее читал статью, поэтому я могу прямо вам говорить, что потом он это скажет, а до этого это. А переируешь. Как в этом, как начал книжку читать, сразу в конец заглянул, узнал, и вот теперь вам дальше уже говорю. Кстати, там в конце, там, убийца дворецкий. Убийца бабич. Да, так вот. Он там дальше говорит, что, в принципе, любое движение, оно интересует людей. Движение – это жизнь, потому что видно. Да. Вот, поэтому, если что-то двигается при наведении, то это уже автоматически заставляет нас нажать. Вау, двигается. У тебя там двигается при наведении. У меня еще двигается нормально. Работают пока крантик. Так вот, как таракан, когда бежит, его хочется прихлопнуть сразу, заховерить его. Согласен. Прям пушнуть. Вот, а вот с мобилами тут сложнее. На мобилах нет ховера. И вот он говорит, есть, так сказать, pressed state. То есть, блин, как бы сказать-то. Короче говоря, промежуточное состояние нажатия. И вот в какой момент оно активируется? При первом тапе? Или если ты долго тапаешь, то оно приподнимается и говорит о том, что, слушай, да, ты сейчас, если отожмешь палец, то тапнется. Это же тупо. По-моему, нет. Оно не тапается сразу. Угу. Короче, пока ты скролируешь, ты случайно пальчиком задеваешь, оно там ху-ху-ху. А, ну вот да. Но это все равно не стопудовый вариант. А вдруг ты не заденешь пальчиком случайно? Я согласен. Лучше, так ты же можешь анимацию на мобиле показать, почему? Ну анимацию, да. Ну а как, по таймеру? Оно же теперь не будет по ховеру. Оно должно быть все равно по какому-то событию. Просто ты доскраливаешь до этого момента, так сказать. Ну имеется в виду, что не по нажатию, а просто там помигать чуваку, когда он видит это. Ну вот он пишет, что вот если есть кнопки и так далее, они должны быть, показать, что они интерактивны до того, как пользователь тапнет. Ну это и очевидно. Если я уже тапнул, я уже стопудово пойму, что у меня там по ссылке уже перешло или что-то открылось. Ну да, да. Поэтому вот не понимаю. Не понимаю. Не понимаю. Я думаю, просто проигрывается вот это тапанье и все. Оно просто проигрывается, не тапая. Вот да, напишите, если вы суперспециалист в, так сказать, верстке под мобилы кнопок. Потому что я вот никогда не запариваюсь с этим дерьмом, уже, ну она уже синенькая, оранжевенькая и так далее, и все в принципе понятно. Так. Attracting Contention. Привлекаем внимание. И вот здесь как раз он и говорит о том, что любое движение, ну в принципе уже привлекает внимание. Поэтому вы сделайте так, чтобы движение привлекало внимание, в данном случае вот валидация формы. Вот вы неправильно ввели, он здесь над ряблом что-то вводит, и вы сделаете, чтобы подрогнула у вас форма, красненьким закрасилась и так далее. И уже стопудово пользователь больше заметит, чем если просто красненьким закрасится. И он уже такой, а, я же тут неправильно что-то ввел. Прям вот он горизонтальный шейк, причем, обрати внимание, он нам показывает, что именно оно по горизонтали дрыгается, как будто мы киваем отрицательно. Ну да, в Китае это, по-моему, положительно. Ну слушай, не знаю, не знаю таких вещей. Ты уже знаешь, ты мне уже говоришь, как это, вот все разработчики, ну вот там, Overwatch, Blizzard, да, они же китайские праздники котируют, китайские Нови годы. И ты уже прямо, тоже уже как на целевой аудитории, сильно на китайцев ориентируешься, и под них уже дополнительно адаптируешься. А под них надо наоборот моргать. Да, под них как-нибудь там, не знаю, просто что делать там. Драконы вылетают. Ну да, эти фонарики. Это как вот, да, мэйл, фимейл, купол и чей низ. Там какие-нибудь же роботы, транссексуалы и так далее. Это Japanese. Загласен, да. Ты уже и в этом, да, разбираешься? Савиасики. Navigation. Следующий большой блок анимации, это навигационный. Ну и здесь все понятно. То есть это, они должны нам показывать отношения и переход какой-то. То есть вот жмем мы на гамбургер меню и движение сразу хоп, отодвигается и стрелочка влево. То есть мы видим, что это пункт меню, он именно с той стороны выдвигается и относится к этому гамбургер меню. Ну поэтому должно быть какой-то связь между двумя состояниями, открытого и закрытого меню, не должно оно сразу появляться. Пусть оно прям выдвинется, выйдет, и мы прям поймем, что а, вот оно оттуда выехало. То есть какой-то, так сказать, физический фидбэк мы получаем, как будто мы реально шторку отодвигаем. То же самое, что и здесь на втором примере, я не знаю, что это, Founder Magazine какой-то. Ну тут мы жмем и выдвигается с другого боку. В первом случае слева, во втором случае справа. Причем в самом начале, во втором случае, просто на приховере, на гамбургере стрелочка появляется. Типа что вот тут оттуда вылетит птичка, и при нажатии уже птичка это вылетает. Ты чай сливал, кстати? Второй? Нет, нет. Надо сливать? Там нормально сейчас будет, да, ты можешь пока слить. Давай. У меня уже заикался сразу. Так вот, и должно быть какое-то сменение состояния без, здесь он прям пишет, без hard cuts. Без жестких обрезок. Это значит, мы уже выпили второй чай, Никита. И как-то это странно, потому что, да, я заливал два раза. Блин, я тоже пить хочу, если честно, но мы в перерыве с тобой забудем что-нибудь. Ну я понял. Так вот, без жестких обрезок должно это быть. То есть вот мы видим антипример в данном случае. Мы с Хоума нажали на контакт, все резко сменилось. Это плохой кейс. Согласен. Там еще какие-то дизайн Адриан Зумбрунен. Ну да, он здесь, кто это, Бабич, да. Бабич нам пишет авторов о том, что вот здесь вот такой-то чувак, здесь такой-то и так далее. То есть он делает отсылки. Представляешь, он как будто уже прям кандидатскую пишет. То есть там же нужны все отсылки, список литературы. Вот он такой. И гораздо лучше, когда поведение вот такое. С Хоума прям слайдится аккуратно, пунктик меню до контакта. И еще и сам контент снизу тоже слайдится. То есть анимации нам помогают, так скажем, делать это все, создавать иллюзию, что у нас здесь все такое классное, плавное. Связь, функция связи, да. Что это не разрозненные куски контента, а они связаны между собой. Мы между ними плавно очень переходим. И мысль также, она у нас переходит плавно. Растикан мысью подрыв. Да, подрыв растекается сразу. Creative effects. Кроме прогрессий, не помню, какая вторая группа была. Regressive, возможно, я не знаю. Ага, первая была прогрессия, второй visual feedback. Третья была связь, transition и navigation. А четвертая креативные эффекты. Просто вот должны же мы немножечко и просто творчество включить в анимации. Ух ты. Например, storytelling, longscrolling. Какой-то, да? Как метод, да? Чего-то, какое-то проникновение. Storytelling, longscrolling мы практиковали вчера на нашем пилатесе. И у одного там спину аж защёлкнуло. После того, что storytelling он нормальный ещё, но когда longscrolling уже извернулся, всё, прям это. Зачёлкнул, а скорую вызывали. Так вот, анимации, они вообще вдыхают жизнь в скролл с его точки зрения. И вот он говорит, вы даже вот между точечками переходите, сделаете прикольную анимацию. Вот здесь я с ним крайне не согласен. Почему? Ну, мы же с тобой здесь исповедуем такую позицию, что не надо менять нативный экспириенс скролла. Пусть скролл будет такой, как вы привыкли. Когда двигаешь вверх-вниз, он отзывается и двигает вверх-вниз. Кстати, здесь анимация уже не 60 FPS. Здесь вообще говно. Просто вот мне прям противно. А здесь ещё и по точкам сделано. Да, да. И здесь именно вот он пошагово анимирует, то есть скроллирует. Ты скрольнул вроде сильно вниз, а он всё равно только на один шажочек передвинул. Это прям вот отвратительно. Но он здесь по списку литературы предложил нам тулзы и туториал. А вот ещё почитайте. Мне вот просто интересно, есть здесь его какие-нибудь ещё статьи? Вроде нет. Здесь разные. С V3C, с темплейт монстера. The Ultralinks, что-то такое. Ну, неважно. В общем, он нам даёт удочку, куда ещё можно посмотреть, и делает вывод небольшой. И у него, на самом деле, у него все вступления и выводы, они опять же какие-то академические. Ну, в смысле, какой вопрос, такой ответ? Что в ведении, то и в заключении. И он как-то прям так обтекаемо это говорит, что... Вообще дизайн это больше, чем просто визуальная презентация. Дизайн, он про взаимодействие. Анимации, они критические для того, чтобы было какое-то взаимодействие, между пользователем и разработчиком. Поэтому мы должны просто, так сказать, подчинить... Embrace, я постоянно забываю, как это... Ну, короче говоря, внять мы должны. В природе взаимодействия, в вебе, с самого начала должны это всё продумать. И пусть это будет прям вот природный такой прям... Прям вот частью нашего дизайна, и всё будет круто. Спасибо, говорит нам Ник. Блин... Тебе, Никита, какие анимации понравились? Ну, давай. Я просто вот сказал уже своё, что у меня скелетон прям самый любимый. Блин, ну скелетон крутой, я согласен. Он прям настолько практичный, прям вот он крутой. Вот он... Ты его только накатил, и уже прям сильно у тебя шишка привстаёт. Уже от спиннера нету этого беспонтового. Я, к сожалению, сейчас заново открою и тебе скажу. Так, катулька, летящий самолётик был, скелетончик, вижуал фидбэк, дёргающийся дряблый, хреновина, бам-бам. Чё-то, блин, ничего кроме скелетона-то прикольного не было. Ну, самолётик тоже крутой. Я тебя подталкиваю, чтобы хотя бы у тебя не повторялось. Чтобы не то, что ты списал у меня, а всё-таки как-то... Хорошо, пусть будет самолётик. Мне нравится самолётик, пусть будет. Я сейчас... Он просто ещё 60 фпс, гифка хорошая, с надписью гиф, естественно. Мне катулька нравится просто, но она ни к чему не ведёт. Ну, это мими-ми-ми, это просто вместо спиннера катулька. Я просто знаю, откуда это катулька, что самое главное. Я вот сейчас понял это. Откуда? Это, короче, катулька из сервиса рекламного, чтобы рекламу настраивать на мобилы, опять же, чтобы, короче, там, ну, твоё приложение показывали в мобилах. Типа, не хай-конвершен, а как-то так называется, не суть. И там, когда загрузочка, там катулька. Это ответ на твой вопрос, что у него про мобилы. Он вот рекламу мобильную, если проплачивает, а вот этот катулька. Да, ну, в общем, вот так. Ладно, господа, отличный блок дизайна, по-моему. Я прям сегодня непередаваемое удовольствие получил. Что-то наверняка попадёт в хайлайт, и я просто даже знаю, что. Да. Мы переходим к светским новостям, господа. Светские новости — это когда вы сидите в своём открытом лимузине. Едите. С накринами лимузин-то открывать. В кабриолете-то имею в виду? Да, в кабриолете-лимузине, неважно. Отрезали крышу по экзибиду. Так, да. А мимо вас проносится такой грязный байкер Всеволод, и предлагает тему про GitLab. Большое гнездо у него ещё? Вот это я не знаю. Всеволод, напиши, пожалуйста, в комментариях. Сервис для хранения кода GitLab... А, так это чувака Всеволод зовут. Я-то думаю, ты просто не с хрена это выдал. Так вот, сервис для хранения кода GitLab случайно удалил почти 300 гигабайт данных из-за ошибки сисадмина. Господа, что нам этот грязный байкер предлагает? А он, а он, рассказывает нам о том, что статья на vc.ru, господа. Чтобы вы понимали, GitLab, есть сразу немножко вступление. GitLab это практически тот же самый GitHub. Сервис для хранения кода. Только сбоку. Только, ну, не такой популярный, как я понимаю, но, кстати говоря, в конце вот этой статьи описываются плюсы над GitHub'ом и прочими. Вот серьёзно. То есть у GitLab'а есть плюсы. Поэтому они, в принципе, чё-то делают и на плаву. И у них даже бабки есть хорошие, нормальные. Вау. Вот. Сейчас я вам расскажу, чё было. И как потеряли данные. Точнее, не потеряли, как оказалось. Но, тем не менее, это спойлер. Извините. Какого-то третьего дня. 31 января. Это не 31 декабря, заметьте. 31 января. То есть все трезвые, более-менее. Ну, уже да. Уже спустя месяц должны были как-то. Даже уже старый Новый год прошёл. Сисадмин. Сисадмин. Хотя я не знаю, почему это называется сисадмином. Но, допустим. Чувак, который проводит диагностику, видимо. Ну, трабл-шутер. Да. Он, короче говоря, случайно стёр. Он, в общем, запустил удаление. Вместо того, чтобы, типа, сделать мейнтенанс. Ну, что-то типа того. Я вот одного не понимаю. Захрена им скрипт удаления. Вот. Ну, в каких случаях его нужно использовать. Причём он так запустил, что 300 гигов похерил. А 300 гигов это до хрена кода. Это вы не представляете, сколько кода. Это очень много. Кто бы сомневался. Понимаешь, там у всех репозиторий по 2 мегабайта. Да, да. Там по одному. Ну, в общем, эта штука у них всё-таки бэкапится. Бэкапится. Так. И бэкапится на несколько, ну, как они называются в MongoDB-то правильно говорить-то. На леприкосеты. На несколько. Так, да. Вот. Прямо реально на несколько сетов бэкапится. И что самое главное, они обыскались потом этих данных. Они 5 сетов таких прошли. С бэкапами. И ни один ничего не дал, потому что, видимо, удаление, оно сработало сразу. То есть, когда... Он сразу отскейливался на всех. Да. То есть, когда ты, ну, честно, как человек, запускаешь хреновину, которая удаляет, она удаляет тебе. Ты ничего не можешь с этим делать. Она, мать твою, удаляет. Да, я помню, когда я маленький был, и у меня еще в самом начале купили компьютер, я удалил VNAMP. А вместе с VNAMP-ом кучу музыки, короче. То есть, она в папке C.VNAMP прям так и лежала. Ну, она, видимо, лежала, но она не могла ничем проигрываться. Я не знал, как установить другой проигрыватель. Я, короче, ня-ня-ня, маленький, очень... Мне прям жалко тебя старого. Очень хреново было мне. Я не мог послушать You're a Woman, I'm a Man. You're a Woman, what's your man? Да, да, без приколов. Трек-то крутой. И суть такая, что на шестом, по-моему, сете хреновину нашли. Откопали эти данные, вроде как. Фуф. Фуф, реально. И причем этот бэкап, который вот, он был там, типа, знаешь, там, пять часов назад, шесть часов назад был сделан ручками. То есть, это был такой экстренный бэкап. И вот из него все-таки восстановили. Но, в общем, они там написали, что, блин, мы теряем данные, там, до свидос, GitLab. Мы теряем его. В общем, короче, они пересарались. Сисадмин, кстати, из Нидерландов. Возможно, он накуренный это делал все. И суть какая? Суть в том, что, кстати, вы не знали, а GitLab, это создано в 2014-м украинском предпринимателем Дмитрием Запорожцем. Компания, которая сейчас в Сан-Франциско находится. То есть, они бабки нормально делают, там, 25,5 миллионов бочинских у них там за все время существования привлекли они. Короче, они нормальные, пацаны. И вот, самая главная фишка GitLab. GitLab конкурировал с другими платформами, таким как GitHub. Atlassian. Однако у нее есть... Ну, Atlassian с кибитбакет, если уже прям уточнять. Я просто тоже читаю на VC.ru, они, видимо, непричастные. Поэтому они бы, как бы, должны были сказать, что все-таки битбакет. Ну ладно, это я так придрался чуть-чуть. И у них есть преимущество у GitLab. Бесплатно распространяют свои инструменты для хранения кода, что позволяет другим организациям построить собственные репозитории на основе системы GitLab. Мне почему-то казалось, что GitHub хостит тоже есть. Может быть, он просто платный. Мы с тобой в этом подкасте даже обсуждали, что есть хостит версии GitHub, но, видимо, это Enterprise. Прямо покупать надо. Да-да-да. Видимо, GitLab, они вот именно славятся тем, что бесплатный. Ну, прикольно. И бесплатно удаляют ваши данные. Вот да, прям до 300 гигабайт. Так, спасибо все, Володу. И дальше идем. Neuron Insomnius. Следующая новость. Google хочет отобрать у россиянина домен google.com. Вот прям так. Я вот без пояснения. Желтые заголовки, я понял. Да. Google хочет отобрать у россиянина домен google.com. Читаю я второй раз на geektimes.ru. Чтобы вы понимали, просто у Виталия Попова, который себе каким-то образом намутил домен google.com, в котором первое G это, собственно, символ юникода. G такая вот. Такая, как бы, знаешь, маленькая заглавная. Small Caps. Я боюсь представить, что, скорее всего, именно такой G обозначает точку G у женщин. Ух ты. У женщин. Вот. А, или у мужчин тоже же есть точка G. Ты издеваешься. Точка G это основание клитора изнутри. Как бы, ну, может, у тебя есть, как бы. Не, подожди, а не считается ли какая-нибудь там что-нибудь? Ну ладно, давайте не будем, господа. Не, мы с тобой потом поговорим на эту тему. Потом поговорим, посмотрим, у кого где. В этих, в бодуарах. Или в кулуарах. В бодуарах это другое. В бодуарах тоже. Так вот, напишите, если у вас есть точка G, пожалуйста, в комментариях, где она находится. А я вам сообщаю, что Google-то осерчали на Виталия Попова. Говорят, пацан-то распространяет спам с помощью G Google.com. Он, дескать, под нас закашивает, а сам там дерьмо делает. Как дерьмодел. Как дерьмодел. Причем, причем, он настолько делает дерьмо по версии Google, что даже он был как-то попов. Использовал свой домен для спама пользователей Google Analytics письмами, агитирующими за Дональда Трампа. Это была у нас новость. Я не помню, мы ее обсуждали или просто нам ее предлагали, но мы ее не включили, опять же. Не прошло там цензуру и так далее. Но я что-то слышал такое. Google считает подобные действия нежелательными. То есть говном. Но, собственно, сам Виталий Попов, как и я бы, если бы у меня было бы G Google.com, я бы, короче, тоже отпирался. Потому что он на все отвечает так. Это ложь, господа. И тут есть даже на английском, где он отвечает лай. Лай восклицательный знак. Он действительно возмущен. Потому что, возможно, возможно, реально у него, короче, там нету ничего такого неправомерного. Спама не рассылает. А просто Google, как злая корпорация, корпорация добра, пытается отобрать у него вот все это дерьмо, чтобы ему трафла не давать нормального такого. Да кто этот юникодовский символ вообще введет? Ну ты мне объясни. Я согласен. Это немножко странно. Но, тем не менее, Виталий Попов намутился. Ну и молодец. Посмотрим, как он... Как у него засудят, обсудят. Возможно, он станет теперь медийной личностью просто. Он как Ассанж в Уругвайе будет в посольстве жить просто. Или в Эквадоре. Я не помню, где он там живет. Ну да. Но ты просто смотри, что кроме спорного Google.com, у Виталия есть и другой мимикрирующий домен. Так, россиянин является владельцем адреса Lifehacker.com, в котором используется кириллическая буква К. Слушай, может быть, тоже надо покупать такого дерьма? Как считаешь? Возможно, он все уже скупил. Это нам только про лайфхакера сказали. А так-то у него там целый чумота. Я имею в виду, куда ты не зайдешь? На Twitter зайдешь там и поставишь владелец Виталий Попов. Возможно, да. Ладно. Хорошо. Такая бодрая новость про наших руков. Везде наши, опять же. Ну, я горд. Я тоже. Последняя статья из светских новостей, и можно из лимузина выпрыгивать. GitLab тоже почти наши. Дмитрий Запорожий. Кстати, да. Кстати, да. WebKitten предлагает нам. WebKitten. Это круто. Я не видел такой ник. Мне понравилось. Говорит это. Я тут, пацаны, провел исследование, собрал стату по 40 тысячам резюме IT-специалистов. И запостил это никуда иначе, как на Пикабу. Ну, действительно. Почему? Зачем на Хабар? Зачем куда-то еще? Пикабу. Причем сам WebKitten. Он, знаешь, что говорит? Я, говорит, не тешусь надежды, что это попадет в подкаст. Интересно наше мнение. Но мы, собственно, потешили его надежды. Да просто он крутой. Он что-то сделал. Он что-то сделал. Ладно. Одно дело просто взять, что-то предложить. А другое дело он сам на Пикабу запостил. Короче, в общем, собрал стату. Я так понимаю, что он собрал стату, не отойдя от сбора статистики Пикабу. Решил попробовать что-то новое. На днях у меня была возможность... Ну, видишь, он статистичный. Да. Он до этого собирал статистику Пикабу. Да. 40 тысяч уникальных резюме разработчиков, смежных с разработкой людей. Поделюсь с вами данными, которые удалось собрать и посчитать. И так вот, здесь сразу горяченькие данные. Статистика страницы резюме. 65% указали информацию о высшем образовании. В скобочках 35% не указали. Подумай, прежде чем бросить учебу. Сказанул, сам не закончил. Он сам, смотри, не закончил учебу. Да, я вижу. Суть-то какая? То есть, возможно, все еще это является проблемой. Хотя мне казалось, уже все 100% врут в резюме, что у них есть высшее образование. Причем там несколько. И причем вот именно профильно, вот именно на эту должность, вот точно такую должность они заканчивают. Просто нет смысла не врать, потому что у тебя это никто проверять не будет никогда. Почему? Ну в отдел кадров же ты несешь... Да это забудут, скажешь завтра. Тебя уже приняли на работу. Это все, на самом деле, я вам сейчас вредные советы по Григорию Остеру, но я вам отвечаю, что никто нахрен не будет это смотреть. Но пойдем дальше. Нет, конечно же, если ты какой-нибудь там... Я просто могу сказать, вот допустим у нас на работе есть несколько ставок по деле. Есть инженер-программист, а есть техник. Есть там инженер-электроник. И вот коллегу мою, ей не хотели давать ставку ни инженера-программиста, ни инженера-электроника, потому что у нее в дипломе нет слова инженер. Но я понимаю, о чем ты. Но я понимаю, это, конечно, уже такое застарелое, такой рудимент. Очевидно, что в современных IT-компаниях, где смузи пьют, там такого не будет. Да, там просто скажут, чувак, давай это самое, быстренько пузырьком сортировочку сделай. Если ты не сделал, все, идешь нахрен. 59% указали фото в резюме, 41% не указали. Я вообще не уверен, что это является информацией, которую нужно указывать в резюме. Потому что есть определенные правила, по которым нужно составлять резюме, опять же. Поэтому я не уверен, что, возможно, фото в резюме это то же самое, что указать, что ты бывший кальянщик. Вот видишь, у него была... смешно. Возможно, собрать с некоторого сайта базу. С какого сайта он не указывает? Возможно, с Бонго Камс это были резюме, и там фотография крайне обязательная. Как, собственно, и высшее образование. Как и ролики, да. 24% указали ссылку на сайт портфолио. Ну, да, всех проблем с портфолио нихрена никто не делает. Это все правильно. Это да, это классическая... Да, ну есть проект для все время лених собрать в одно, указать, вот это вот да. 83% указали свой возраст, 17% не указали. Ну, это как бы похрену. 86% указали стаж работы, 14% не указали. И сейчас будет хорошо, на самом деле. Там дальше очень прикольно начинается. Возраст соискателей 25-30 лет. В основном у людей. То есть они к тому времени уже задумываются о том, чтобы начать искать работу. 18-25 чуть поменьше, 3-35 чуть поменьше, опять же. Все, остальное там не роляет. Стаж соискателя, во! Во! Подожди, я позволю себе вклиниться и зачитать у меня в сайт-баре комментарий дня. Пишет его хитрая сучка. Геи, это ужасно, вы позорите рот человеческий. Так зачем же вы пришли в гей-клуб? А я вейпер. Давай, дальше. Хорошо. Стаж соискателей. Стаж соискателей, господа, больше 10 лет. И это превалирующее, как бы, у нас здесь величина. Мать ваю. Это же с какого он сайта-то? Если на Бонго Камс больше 10 лет стажей, то, конечно, все. Элитные какие-то. Да, видишь, суть в чем? В том, что вроде как возраст соискателей 25-30, а вроде как большинство больше 10 лет. То есть это пересекающиеся по кругам эллиров. То есть ты понимаешь, что люди, как обычно, с 15 лет хреначат. У нас IT-программисты. Врут как дышат, возможно. Давайте просто немножко очень быстро пробежимся по топ-20 навыков. Бэкэнд, почему-то первым стоит JavaScript. Я не всегда понимаю, но одно допустим. Хорошо, ладно. Допустим, 90% это бэкэнд. JavaScript. Здесь есть также и нода JS. Вы мне скажете, что нет, но JS это же бэкэнд. Но она на 14-м месте. По фронт-энду HTML на первом, прикинь. Знаю HTML. И CSS знаю. Топ-20 навыков, господа. Системное администрирование все лучше всего знают. Вау. То есть CSS-админы в основном соискатели на том сайте. Слушай, администрирование Linux. Что-то тут даже не верстка какая-нибудь беспонтовая. А тут прям чуваки CSS-админы. Тут какое-то что-то это. Active Directory на восьмом. Мускуль. Вот, во, 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 во. Девят, все правильно. Контроллер домена, прокси-сервер. Все на разом. Ну так они тогда не должны JavaScript. Ну ладно. ESXi виртуализация. Ну ладно. Они тогда должны, я не знаю, просто в командной строке писать вещи. Топ-20 навыков, указанных в профиле по выборке дизайн. Но там на Adobe Photoshop на первом, как бы веб-дизайн, как бы на втором. Просто я знаю, чуваки, веб-дизайн. Вот такое. Нормально? Нормально. Ну UI-дизайн некоторые я уже знаю. Ну и давайте последнее. Топ-20 навыков, указанных в профиле. 20-й по дизайну дизайн иконок. Из маркетинга. Топ-20-ха на первом месте интернет-маркетинг. На втором управление проектом. Управление интернет-маркетингом. Текстный интернет-маркетинг. Ну короче, вы поняли, да? Нормальная тема. Там у него еще есть вторая ссылочка, где все более подробно. Если хотите, посмотрите, перейдите. Здесь очень круто. В комментариях на Пикабу сразу делают вещи чуваки. Стаж более 10 лет, видимо, у 25-летних. На собеседовании. Какой у вас стаж работы? 25 лет. Простите, сколько вам лет? 20. Но как так переработки? Разработка, она такая. Многие программисты. Это сам, собственно, вебкит он пишет. Начинают считать года с момента появления первого компьютера. Лет 10-12. Это когда я винамп удалял? Вот да, у тебя уже стаж попер тогда. У меня попер. Отчисление в пенсионку. Прямо с завтрачных денег у тебя. Ну, я признаюсь, я тогда больше что-то интересовался Windows, там смотрел, там что-то делал. Сейчас я уже в Windows не вникаю. Сейчас это уже машина, которая коробка закрытая для меня. А раньше я что-то там умел, знал. Вот такая, короче, стаж попер. Да, но он, кстати, он предлагает еще нам свой комментарий рассмотреть. Бонус там. Ну, я сказал, да. Это, собственно, бонус. И там он на свой гитхаб прикладывает ссылки. Да, там просто именно стата. По каждому из пунктов. Да, стата разложена так, что можете усраться там смотреть. В общем, вот такой вот у нас светские новости блок. И, собственно, разработка. Мы какой-то перерыв, что-то где-то как-то. Обязательно. Сейчас прям? Он, да, он необходим как жизнь. Тогда отдыхаем. И потом в разработку у нас там круто. На что мы сегодня прервем наших подписчиков? На заполнение резюме. На составление. Да, укажите, наконец, фотографию, реальный возраст и стаж. 35-40 лет примерно. И купол там у вас или фемейла или мы? Да, 35-40 лет JavaScript программирования. Вот такое. Программистка. Да, ставим на паузу. Резюме нажал уру-рур. Ну, у нас по традиции, не хочу говорить по классике, по традиции. Как будто у нас уже здесь такие традиции, русские народные традиции. Устой. Традиции и обычаи. Так вот, один из обычаев, это обязательно сказать про нашего партнера SmartApe.ru. Пока перепрыгиваешь через костер. Да. И он очень хорошо перепрыгивает с помощью qvdesign.ru slash SmartApe. Прям круто вообще. Я считаю, что мы прям третьих выручки всей. Да. Не меньше. Я просто вам напомню, что это отличный хостинг. На котором, кстати, там навье какое-то говорят. Да, я буду не перестану всем напоминать, что они перешли на ASP Manager 5. И безлимитный хостинг у них теперь не простой, а золотой 2.0. И они всех клиентов, кто был на обычном безлимитном, переводят на 2.0. Поэтому вы обратите внимание, зайдите в свою контроль панель. Причем желательно через uvdesign.ru slash SmartApe. Вот прям пройдите этот долгий путь. Из варяг в греки. Из uvdesign в SmartApe. И да, посмотрите. Там можно теперь переключать PHP все версии с 5.2, начиная до 7.1, по-моему, сейчас. Или, может быть, до 7.0. Но нет, вроде 7.1. И конфиги прям вручную настраивать. И все это у вас будет быстро, здорово и вообще охренетительно. Я считаю, что никогда они не делали еще такого мощного шага вперед, как вот с переходом на ASP Manager 5. Там даже виртуалками, WPS-ками стало очень просто и легко управлять. А заказать, кстати, после нас вы можете что угодно. Даже сервер или не давать. Вы, кстати, я... Мы редко с вами это говорим, с Никитой точнее. Так. Но делая это, вы поддерживаете проект. Потому что нам идут... Это реферальная ссылка, я открою вам секрет. Нам идут небольшие отчисления с каждой из ваших, так сказать, покупок. Но это ведь не пошло. Это же мы для вас стараемся, делаем, предлагаем. Да, поэтому uvdesign.ru slash smarttape и попробуйте. Обязательно попробуйте. Это прям... Не пожалеете. Они лучшие и лучшие день ото дня. Поддержка уже просто... Мамой клянусь, клющей. Вроде как сейчас что-то про JavaScript будет в разработке. Да, ни разу не было и вот опять про JavaScript. Neuron Insomnius уже, так сказать... Разошелся? Он вообще прям пошел на попятную. В смысле на попятную? Не знаю, я просто хотел что-то сказать. Он, кстати, вот если так открыть... Враж вошел. Я вижу, что он бомбит с ссылками дико. Да, прям даже вот если эту конкретно открыть, под ней еще две. Но их мы уже не рассматриваем. Хотя нет, еще одну про Facebook тоже рассмотрим. Ладно. Первое, это основные принципы работы промислов на примере бургерной вечеринки иллюстрированного руководства Марико Касаки. Это какие-то епошки будут? Это телка. Так. Я не знаю, слушай, какой она именно раса. Она, кстати, Косака, чтобы вы понимали. Как Кусака. А знаешь, когда вот это... Коша говорит, Кусака, Кусака, Кусака. Вот тут так же. Вот, в общем, она нам говорит, что я, говорит, написала вообще эту статью, потому что внезапно мне вот когда сказали, что типа вот промисы джевоскриптовые. А что такое... Ты не будешь сейчас говорить сразу, что такое промисы? Вот промисы, это вот способ реализации асинхронности, который говорит, вот чувак, вот сейчас ты это делаешь, и когда коллбэк отработает, то тогда у тебя вернется результат. Угу. Но я вот тебе обещаю от слова английского промис, обещание, что что-нибудь обязательно произойдет. Либо результат будет, либо exception, то есть ошибка. Так. Но она говорит, вот мне сказали, что вот тебе надо сделать, чтобы вот была асинхронная какая-то вот штука. Она говорит, ну я использую фетч. Я такой, ну давай, короче, это так, вернем промис. И она говорит, блин, я чуть не знаю, что такое промис. И она решила, а оказывается, оказывается, я того-то не знал. У нее на блоге она рисует иллюстрации наглядные для тех алгоритмов и принципов программирования, которые ей не ясны. Причем ня-ня-ня так рисует. Да, неплохо. И она вот на твиттере написала. Я даже вот не представляю, как сложно, оказывается, было объяснить предложение. It returns a promise. Возвращает обещание. Возвращает промис. Но говорит, это я просто не понимаю промисы. Угу. И вот она решила понять. Вот заголовочек такой. Promise of a Burger Party. Обещание бургерной вечеринки. By KasaMari. Это ее никнейм. Потому что она Марико Косаки. Слушай, а интересно, почему она не говорит, что это вечеринка суши, а именно бургерная? То есть она уже там Америкоска? Видимо, она да. Возможно, уже выслали. Но, по-моему, таких еще не высылают. Так. Вот. И она говорит, ну, квест понимания дживаскриптовых промисов. А здесь она расскажет, почему бургер. Видимо, она из Нью-Йорка. Точнее, живет в Нью-Йорке на данный момент. Потому что она рассказывает на примере бургерной Jack Shack. И она реально существующая бургерная. Угу. То есть это все равно, что вот у нас, это не реклама. В Челябинске есть сеть мини-кофейн таких уличных доклак. Угу. Вот на примере доклака. Нихрена ты вспомнил. Только, я так понимаю, Jake Shack, хижина Джейка, если угодно, она одна все-таки. Не сеть. Хорошо. То есть это еще и такая уютная. Вот, да. Это то есть прям вот теперь уже известное на весь мир заведение, как выяснилось. Угу. Ну, так вот. Она говорит, вот представь, что у нас есть кусочек кода, который мы будем рассматривать. Есть функция CookBurgerType. FunctionMakeMilkshakeType. CookBurger асинхронная операция, а MakeMilkshake обычная, асинхронная. Вот у нас есть функция Order, которая возвращает нам Promise. И в Promise у нас есть два аргумента. ResolveReject. Ну, то есть очевидно, что Reject это если мы отклоняем Promise, если ошибка какая-то. И Resolve это если мы его выполняем. И вот мы внутри нее объявляем метод Burger, к которому мы представим CookBurger. Собственно асинхронный метод. И в тот момент, когда асинхронный метод выполняется, BurgerReady, у нас функция принимает опять же два аргумента. Или ошибка, и тогда мы Reject им и делаем какой-то обработчик, когда ошибка. Или Resolve. Burger, то есть мы сам Burger возвращаем, когда он ready. И все, и выполняем его. Точнее его результат отдаем. После этого вот вызываем Order Jake Burger. Заказываем Jake Burger. Есть у нас две конструкции Then, Then, Catch. И Then, Then это проявление того, что Promise можно чейнить. То есть после выполнения одного Promise, выполнять другой и так далее. Не обязательно они все будут асинхронны. Можно выполнять и синхронные какие-то действия после асинхронных. Но если вы что-то все еще не поняли, то усаживайтесь поудобнее, и она нам расскажет. Я вот уже как человек, прочитавший статью, все понял. Но сначала ты не понял. Сначала ни хрена не понял, честно скажу. Ну давай. Я не знаток JavaScript, так как многие из наших подписчиков знают. И я думаю, что как многие из наших подписчиков, точка. Согласен. Как это, как каждый, как там было-то. Казнить нельзя помиловать, вот. Знаки припинания решают. Вот вовремя поставленная точка, она на самом деле тоже прям решает. Как многие из наших подписчиков. Давайте, говорит, будем бургерную вечеринку устраивать. Добро пожаловать на Promise Square Park. Представляешь, на парк площадь. Обещаний. Обещаний. Дом бургерного места Jake Shack. Вообще, говорит, Jake Shack суперпопулярный, но у них ограниченное количество касс. Она нам моделирует, почему, в принципе, есть какие-то асинхронности в этом всем. Почему бы синхронно это все не делать? Ограниченное количество касс. И всегда большая очередь, она говорит. Но вот, говорит, на кухне, в принципе, все достаточно неплохо. То есть, на кухне работают быстро. То есть, ждем мы почти всегда кассу, а не кухню. В этом асинхронности. Ни хрена себе. Это метафора на компьютер. То есть, мы ждем обычно сервер и запрос сервера. Потому что на самом сервере все быстро обсчитывается. То есть, на кухне. Но когда уже прилетает к нам на кассу, вот задержка между кухней и кассой, она вот и заставляет нас асинхронно все это делать. Вообще, говорит, если вы не в теме, на Madison Square Park есть Shake Shack. И здесь она нам прикладывает, на самом деле, даже статью, я так понимаю, какой-то обзор Shake Shack. Он уже в Москве даже есть. То есть, это целая сеть. Я думал, это как раз под это и закос. Но, видимо, это под это и закос. Оказывается, да. Окей. Слушай, я не знал, что в Москве есть. Сейчас ставьте лайк, если вы жрали в Shake Shack в Москве. А ты, кстати, Никита, жрал? Я не жрал, но я круто. Мимо проходил. Да, я знаю, что там круто. Ну вот, ведь даже она знает, что круто. Так вот, давайте теперь определимся с понятиями. Что в нашем случае на нашей бургерной вечеринке промис, что так далее и еда. На Jake Shack у них, говорит, система, так сказать, пищалок. Пусть будет пищалок. Когда покупатель делает заказ, ему выдают пищалку. И как только пищалка пищит, надо подойти за заказом. Ну, классическая схема сейчас в Макдональдсах даже так. То есть, ты делаешь заказ, тебе выдают билетик, партбилетик. И ты по номеру ждешь, когда твой номер загорится на экране и подходишь за этим заказом. То есть, я думаю, нам, челябинцам, будет проще такую схему представить, например. И что такое промис в данном случае? Промис – это сам поднос. То есть, когда нам дают поднос, это промис. А пикалка, ну, в данном случае здесь какое-то мобильно-телефонное устройство типа. Ну, по факту на нем просто загорается, что там Jake Shack или там, ну, он вибрирует, орет, если заказ готов. Так вот, это индикатор состояния промиса. Вот ты такой подходишь и говоришь, чувак, мне бургер. Он говорит, вот тебе промис. Сейчас мы дождемся, пока на кухню уйдет заказ, с кухней принесут бургер и подойдешь за своим бургером. То есть, промис – это поднос с ожиданием того, что будет бургер. То есть, ты отправляешь какой-то запрос на сервак, и ты, в принципе, ожидаешь, что от него будет ответ. И тебе уже, так сказать, уже, в принципе, получил что-то типа ответа, но по факту ты еще ждешь, что же ты получил. Ну, ты получил обещание. То есть, как у нас в нашем случае, когда мы чеки получаем в Макдональдсе. Да, 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 ты получил обещание. Но я имею в виду на программируемом уровне просто ты ждешь. Вот когда придет, тогда и сработает, короче говоря. То есть, обработчик ждет. В тот момент, пока пищалка еще не пищит, заказ – пендинг. То есть, мы в ожидании. Как только пищалка запищала, order is settled. Заказ ожидает тебя. По факту, это не означает ready. Ready – это только тогда, когда ты этот заказ забрал. Вот тогда он готовый. А пока он тебя еще ожидает, еще хрен пойми, что там. Потому что есть в колбеке два атрибута. Так. Точнее, ну да, в колбекной функции два атрибута – resolve и reject. Resolve в случае success, а reject в случае ошибки. То есть, вот мы создаем new promise внутри функции order, потому что она сразу же возвращает promise. И в ней бургер, cookburger – это асинхронная операция. И в том случае, если бургер ready, выполнена асинхронной операцией, пока не важно, как она выполнена. По факту, будет несколько вариантов, как она выполнена. Error или бургер. Если error, то есть, например, если тебе подают тухлый бургер, ты его не будешь забирать. Ты его просто отдашь назад, и будет reject функцию отрабатывать. А если тебя все устраивает, то отработает функция resolve с параметром бургер, с тем бургером, который ты получил. В данном случае, resolve – это забрать поднос со своим дерьмом. А reject – это отдать поднос, сказать, слушай, братан, нет. Со своим дерьмом. Да. Ну и выбросить сообщение error while cooking. Так вот, и когда мы заказываем ордер Jakeburger, мы сначала получаем поднос promise, потом ждем, пока promise зарезовывится, засетлиться, точнее, засетлиться сначала. И потом, после того, как он засетлился, мы его или reject'нем, или resolve'нем. Угу. Здесь сразу есть у него, ну, варианты. То есть, она говорит, вот, fulfill, если заказ выполнен, вау, бургер, there you go, pick up. Ты его забираешь. Если нет, not burger. Там просто какие-то шляпки непонятные дерьмо. Кошметкину. Ну. И он говорит, no, тогда ты его reject'ишь. Блин, мне чувака жалко, который ссорит и смотрит на бургер. Ну да, но он же всего лишь кассир, он же не знает, что на кухне косякнули. Вот да. Ну вот да. Отвечать-то все равно будет, Александр Друсь. Order fulfilled. Если все хорошо на кухне, все круто, то здорово. А order rejected, мы вызываем функцию reject. И по факту, когда мы сам ордер Jakeburger описываем, там у нас, напомню, была конструкция then a catch. В случае catch'а, это сразу мы уходим обрабатывать ошибку. Мы ловим ошибку и выводим ее, там, или в консоль, или каким-то образом, там, показываем само уведомление для пользователя. А в случае того, если резолвим, то тогда отрабатывает функция then, которая зависит полностью от параметра burger. Там будет у нас в данном случае, в данной реализации, константа milkshake, который будет синхронный, внимание, метод make milkshake. Почему синхронный? Ну, в данном случае, в метафоре, milkshake делаются сразу на кассе. Поэтому их ты не ждешь, не нужна синхронность. То есть синхронность, это просто еще сделать ванильный milkshake и все. И после этого ретернуть burger, burger, тот, который прилетел, а shake milkshake, тоже, который прилетел из синхронного метода make milkshake. То есть в итоге, в итоге, здесь через такую вот цепочечку коллбеков таких, так сказать, но это все по факту один большой промис, который делится на части. Мы резолвя, резолвим тот бургер, который нам вернулся с кухни, он у нас несколько раз одним и тем же атрибутом путешествует с функции в функцию. Мы его резолвим и milkshake, который мы уже в самом-самом конце через then тоже высырали. На самом деле, она здесь делает небольшое отступление. Мы можем ловить ошибки не только в кетче, но и внутри then можно передавать второй аргумент, который будет конкретно, исходя из бургера, ловить ошибку. Но она говорит, для простоты разберемся просто с вариантом, когда мы кетчим все ошибки. Если, говорит, хотите прям подробнее почитать, почитайте this article. И там уже на developers google.com. И там хорошо. Там уже, да, там уже космос, пол айриш и так далее. Так вот, как можно чейнить промисы? Мы уже забежали с тобой вперед о том, что можно milkshake синхронно выдавать. Но она вообще, говорит, на самом деле, действительно, в шейк-шеке есть вторая C-line. Очередь, видимо, C-cocktail, я не знаю. Ну, короче, это для напитков. Почему C? Давай подумаем. Cup-line, наверное, может быть. Ни хрена. До стаканчиков. Ну, допустим. Ну, короче говоря, это для напитков, и они делаются сразу на кассе, поэтому они синхронные. Может быть, Coke-line? Может быть, слушай, все возможно. Это же наверняка название историческое. Когда еще шейк-шек основывали, там, 50 лет назад, в 80-е, да? Как мы Pink Flo, там ты видел, да, нас песочили в комментариях? Да ой, там было, было, да. Вот, короче, скорее всего, шейк-шек, я прям загуглю, мне интересно. Я думаю, что в 80-е, сейчас посмотрим, опять в 50-е будут просто, и все. Да, мне сразу на Арбате его предлагают, но я-то хочу шейк-шек ресторан, штаб-квартира Нью-Йорк, основан в 2004-м. Ну, в 80-е, короче, все правильно. Все сказал прям как есть. Где тут у меня? Вот она, статья. Потерял чуть-чуть. Короче говоря, здесь не надо сжать, это синхронный, промис, синхронный метод. Так. И ты идешь сразу с подносом, новым причем подносом. В данном случае для, так сказать, промисного, промисной абстракции ты сдаешь поднос с бургером старый, и тебе на милкшейк нам выдают новый поднос, на который ты кладешь все тот же бургер, и уже новый милкшейк. И бузер, то есть индикатор, у тебя сразу орет, потому что это синхронный метод. Ну и здесь опять же с картинками мы разбираем конструкцию ордер, что сначала у нас первый then передает тот бургер, который у нас был на предыдущем этапе. Так. Бузер сразу же шумит, нам сразу же выдают милкшейк, причем уже еще на одном подносе, уже на синеньком. В данном случае видишь, it returns new tray. А почему new tray? Потому что у нас два then. Мы сначала делаем бургер, возвращаем объект бургер-бургер-кшейк-милкшейк, а потом с этим всем в объекте food items мы уже просто консоли выводим. А у нас вот такая-то хреновина. То есть по факту у нас два раза меняется поднос, но не так это все страшно. Это просто из-за того, что мы чейним и аргументы, так скажем, одного метода передаем на вход другого, и уже там дальше их как-то разрабатываем и так далее. Ну и здесь она в рамочке нам выделила, еще раз так сказать, все терминологии. Промис это поднос. Пикалка это статус промиса. Промисный поднос иногда пустой. В тот момент, когда ты ожидаешь, собственно, еще асинхронный свой запрос, ожидаешь бургера, у тебя промис пока пустой. То есть промис это, ну да, обещание того, что что-то будет. Что-то обязательно будет. Значение промиса. Это то значение, которое вы возвращаете. В первом случае это только бургер, во втором случае это и бургер и милкшейк уже, когда мы чейним это. Когда возвращаем значение в then, оно будет завернуто в новый промис. Ну, как мы уже сказали, подносы меняются каждый раз, поэтому вот смиритесь просто с тем, что на второй раз вам выдадут новый поднос в абстракции вот этой джаваскриптовой. Ну, она говорит, кроме этого есть еще небольшие трюки. Например, к промису можно применить метод all. Так. И в данном случае он создает промис, который принимает массив промисов. Внимание, да? Угу. И много подносиков взять. Да, да, да. Сам большой поднос... Ой, блин, поднос. Большой промис отработает только тогда, когда все подносики заполнятся. Это сделано для того... Ты такой говоришь, у меня большая вечеринка. Вот вы меня позовите на кассу только, когда все пять вот наших подносов будут готовы. Когда на весь класс. Да, когда... Да, воспитательница говорит, вы позовите-ка у всех моих, будет подносы. Я тогда подойду, заберу. Причем... Да. Ну, собственно, об этом мы говорили. Есть метод race. Он похож на all. Это когда у всей расы будут подносы. Ага. Это круто сейчас. Но я думаю, все-таки гонка здесь имеется. Хорошо. Просто потому, что race, в данном случае, это для обидчивых. Если хоть один поднос будет без бургера, то... Не, нам все-таки... Вообще все подносы нахрен не нужны. Пошли в жопу. Понял. Понял. То есть вот здесь вот такое есть. И, опять же, если ты суперголодный, ты заказываешь пять подносов, бургер, чизбургер и хот-дог. И вот только какой-нибудь один готов, ты говоришь, сразу зовите. Я любой заберу, мне похрен. Жрать хочу. Да, первый, какой готов, я заберу. Поэтому вот такие аналоги. Прикольные, на самом деле. Прям вот. Круто, круто. Ничего не скажешь, сразу все становится на свои места. А у нее можно, кроме промисов, почитать тоже с картиночкой? Есть видео, где она верстает. Да, есть видео, где она. Я не знаю, давай потом сейчас на блог зайдем. Я скажу, что у нее здесь есть еще список литературы. Точнее, список для дальнейшего изучения, что есть промис кукбук на английском. В скобках она везде пишет, что есть китайская версия. То есть, видимо, она из этих все-таки. Есть just script promise introduction на английском. А есть just script promises in Japanese. В скобках китайский и корейский тоже есть. Yes. Так что она все-таки из этих. Ну и она также благодарит Джейка Арчибальда и Нолана Лоусона за то, что они у нее рецензентами были. Пост прочитали и, видимо, что-то подкорректировали. Прикольно. Да, а если посмотреть на ее блог? Там в натуре есть, короче, что почитать. Она там сервис-воркеры пишет статью. И там реально тоже зарисовывает. Причем красявки там. Там лучше, чем в бургерах. В бургерах, конечно, хипстерски. Но в сервис-воркерах она старалась рисовать. Ну, слушай, мне прям хочется даже сервис-воркеры даже и посмотреть потом. Тут, короче, круто. Так что, пацаны... Как бы мне вот сделать, чтобы я... А я вот прямо оставлю ее как ссылку здесь. И потом, когда буду уже выкладывать ссылки в описании, я эту замечу. И передам ее в следующий подкаст. Смотри, как круто, что ты решил прорыть. Окей. У нас Neuron Insomnius, я так понимаю... Да, вторая тема из разработки, завершающая. Опять Neuron Insomnius прокомментировал. Ну-ка. Благодаря инициативе Фейсбука браузеры улучшили кеширование, сделав ревалидацию кэша опциональной. Кешкирование. Много таких слов страшных, но по факту все прозаично. Самое страшное слово это Фейсбук здесь. Согласен, да. Ты, кстати, слышал опять же новость про то, что акционеры хотят Цукерберга сместить нахрен. Вообще не слышал. Вот акционеры Фейсбука, а там есть акционеры. И они там... Я думаю, он уже у всех все купил, как Майкл Делл в полное пользование себе отобрал. Не хотят уже от него отказаться, потому что он, видимо, он под себя все уже роет. Ну нет, возможно, по их мнению, он недостаточно много бабла зашибает. Может быть. Как обычно. Как дурочка, когда его смещали, он типа не монетизировал, а он вот не хотел. Хотя там уже Фейсбук, и там уже вот негде, живого места нету, где не монетизировал. Согласен. Там уже все просто прогнило уже. Хочешь, чтобы твою фотку увидела больше друзей, занеси нам бабки. Мы тебя в топе поднимем в нашем супер-мега-алгоритме. Да, там. Ладно, давай, говори. Статью написала, а у них на Фейсбуке это, видимо, норма, писать парами статьи. Но у них два автора. Родитель один, а родитель два? Да, да. Бен Мауэр и Нейт Шлосс. Уже вот немец какой-то один. Это оба их Либенман. А, ну, собственно, возможно, Мауэр тоже, да, немец. Сейчас я попробую приблизить. Да, да. Судя по лицам, они оба чистокровные рейцы, хотя один из них с азиаточкой сфотографировался. На аватарке. Что-то тут не то. Ну, ладно. Так вот, браузер, говорят, они подделали Chrome и Firefox, я забегаю вперед, и около 60% запросов к Фейсбуку сократилось. В смысле, подделали? Кто его подделал? Они прям писали разработчикам Chrome и Firefox и говорят, слушайте, чуваки, нагрузка что-то на Фейсбук возросла. Вы там у себя в браузерах подкрутите, чтобы нам как-то ослабить пуканы. В смысле, Фейсбук писали? Да. Или вот эти шлоссы? Нет, нет, ну, а они в Фейсбуке работают. Это же блог Фейсбука. Все, я, да, я, я. Code.facebook.com. Да, так. И он говорит, вот мы два года уже работаем с производителями браузеров, прям напрямую. У них, возможно, знаешь, как у Путина и Трампа, ну, то есть у президента Америки и России, есть специальный красный телефон, по которому можно не через девятку набирать, а прям трубку поднял, и сразу Трамп тебе. Сразу, алло. Ну, да, ну, может, они там говорят, как они там соедините. Ну, я не знаю, правда, я не знаю, как это происходит. Даже когда вот Обама уходил вот перед этим там, то ли в декабре, то ли в январе, он первый и последний раз проюзал этот телефон, чтобы с Путичкой поговорить. Ух ты, по слезке. И как бы все ржали, что, типа, хоть чем-то, чтобы это, немножечко какой-то инфоповод вокруг себя создать, что Обама поговорил с Путину по красному телефону. Обычно по нему говорят, именно когда там ядерные угрозы, да свидос. То есть, именно уже когда, слушай, слышь ты, ты сейчас, если вы не уедете из Кубы, то мы шмальнем. Нет, там, возможно, знаешь как, он поднимает трубку и там по-классическим, ему Путин отвечает, да, он отвечает, да. Может быть, так и было, да, по Саус Парку. Помнишь, когда они Путину звонили в Fucking Americans или что там? Да, 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 возможно, окей. Ну, в общем, да, Facebook, чуваки, они уже обнаглели в конец. Они уже прям вендором браузерным пишут и говорят, чуваки, слушайте, подкрутите там у себя дерьмо, а то что-то много запросов как-то на Facebook. Причем, вот давай, вообще, для начала, немножечко теории, опять же. Вот что такое вообще ревалидация? Это вот когда ты заходишь на страницу и у тебя браузер такой смотрит, хм, вот есть файл .js, а ну-ка я проверю, изменился ли он с прошлого раза и вдруг подгружу новый. На уровне веб-сервера вы можете ограничить такое поведение с помощью некоторых директив, хеддеров, так называемых, например, кэш-контрол. В кэш-контроле ты пишешь количество то ли секунд, то ли я хрен уже не помню, в каком там, то ли минут, то ли часов, ну, в каких-то единицах измерения временных, ты пишешь, что вот это дерьмо, его не перепроверяй ближайший там год или там. А, кстати, там можно писать, по-моему, буковку, то есть 3600D это будет 3600 дней, по-моему, так. Не готовь сейчас ответить, точнее. Ну, в общем, директива кэш-контрол, хеддер, она передает количество времени, когда можно не тыркать этот файл, он стопудово не будет меняться. Кроме этого, есть директива и хеддер last modified, которая просто говорит, когда последний раз был изменен этот файл и сравнивая эти две, то есть если last modified 17 октября и кэш-контрол у нас год, то до 17 октября 17 года никто эту картинку не будет пробовать перекачнуть. Да, говорит, это все прикольно, конечно, что можно такое на уровне веб-сервера настроить и мы, говорит, даже на фейсбуке настроили, но если вдруг используется какой-нибудь кнопка обновить страницу, например, то ты все равно форсишь браузер, чтобы сходить и проверить. В данном случае веб-сервер, он возвращает ответ не 200 окей, что вот забирай, качай картинку, а 304. Код 304 говорит о том, что картинка не менялась. Это позволяет сэкономить какое-то количество килобайт, чтобы не загружать всю картинку заново и на браузере не заменилось. Он прям с сервера получает ответ 304 не заменилось, все, отстанет. И показывает то, что закешировано. Да, показывает то, что уже закешировано в браузере, то есть не скачивает эти 100 килобайт картинки, а скачивает 2 байта ответа 304. Там не 2 байта, я утрирую, но тем не менее. Так вот, и вот говорит, надо же это, подумать нам на фейсбуке, что зачем вообще вот такие штуки заморачивать лого PNG, мы же можем хэши хранить. Вместо лого PNG храните ABC123 PNG. А когда изменим ABC234 PNG, еще раз изменим ABC345 PNG, и каждый раз из-за того, что новое название, тогда именно браузер пойдет и скачает новую картинку, а все предыдущие разы он не будет трогать. Мы, говорит, вот так и сделали, и у всех прописали, что там целый год не трогать их. Типа мы сократили количество там, так скажем, запросов, и вот, потому что, видишь, Facebook-то за чем мутится? Тот факт, что Facebook отдает 304 код, это же все равно нагрузка на Facebook сервера. А когда весь мир-то у тебя отыркается и просит новый app.js, который у тебя не менялся, ты хочешь, чтобы они вот не приходили, он же не менялся. Согласен. И вот, он говорит, были проблемы с перезагрузками страницы, потому что даже при перезагрузке каждый раз 304 код получать, это все равно запрос. А мы на Facebook не хотим запроса. Вот мы, говорит, в 2014 провели экспертизу, вот в Chrome, говорит, 63% возвращали 304 запрос. В других браузерах, обратив внимание, в Firefox E13, в E14, в Safari 22, а в Chrome прям 63. То есть, именно статика в Chrome каждый раз перетыркивается. и мы написали в Chrome и сказали, вы что, охренели типа? Вы там что делаете? Они вместе прям с разработчиками Chrome нашли кусочек кода, там даже есть, так сказать, ссылка на багов в Chromium на двигании, в которой при просто посещении страницы для некоторых статических ресурсов была перезагрузка при пост-запросе. И чуваки из Chrome такие говорят, ну слушай, братан, вот представляешь, ты, пост-запрос, это же обычно ты Аяксова отправляешь в форму какую-нибудь или что-то еще. Представляешь, ты отправил форму, а отправил ее в старый JS, и вдруг у тебя там неправильно что-нибудь отработало. Надо же перед постом все-таки подгрузить-ка все свеженькое, чтобы стопудово прям вот отправить правильное. Но на Фейсбуке, говорит, мы пост используем для логинки, например. А логинка стопудово у нас даже в воде залогинится и нормально все будет. Поэтому мы, говорит, в Chrome написали, вы это уберите-ка. Назрать на всех остальных, да. Вот вы сделаете, чтобы не было этого. Вот не надо припостить и ничего не делать. Они их каким-то образом действительно убедили. И показатель 304-х кодов снизился с 63 до 24% в 2015 году. То есть они подмяли... Кстати, у Safari с 22 тоже до 14 снизился. То ли Safari тоже что-нибудь подкручивали в тот момент, то ли им пользоваться просто перестали. Facebook с Safari уже не заходят. Не знаю. Ну так вот. Вот это отличный пример, как мы с Facebook работаем совместно. Все, круто, молодцы. Точнее, как мы с Chrome. В Facebook они здесь выпендриваются, что браузерные вендоры, они прям стелятся перед Facebook. Но, говорит, нам не понравилось, что все равно в Chrome больше было процентов на 10. Мы начали копать дальше. и мы поняли, что была такая ошибка, что когда ты находишься, например, на главной и жмешь на логотип в углу и как бы тебя с главной на главную кидает. Вот в Chrome в тот момент перезагружалось все. Вот все перескачивалось. Так. Мы опять им заслали, они пофиксили, но как бы сильно что-то не изменилось. Мы, говорит, тогда начали смотреть на кнопку перезагрузить страницу. Вот, ну, обновить именно. Угу. И посмотрели, да, у нее тоже, когда ты ее жмешь, о, ужас, перезагружается. Мы написали в Chrome и сказали, блин, чуваки, давайте-ка при перезагрузке страницы они не будут перескачивать ни хрена. А если Ctrl-R? Вот, вот, Ctrl-R осталось. Это я тебе забегаю вперед, просто я как пользователь Chrome для отладки определенных вещей вижу, что Chrome супер агрессивно все кэширует. Прямо вот в натуре, я даже когда жму перезагрузить страницу или F5, кто-то жмет, он все равно оставляет старое. И чтобы явно перезагрузить новую версию JS, надо Ctrl-R нажать. Я уже, по-моему, никогда не перезагружаю. Нормально, я всегда Ctrl-R жму. Ну вот, видишь, как они нас заставили? А это все из-за Фейсбука. Вот, видишь, шутки шутками, а это из-за сраного, мать его Фейсбука, который мутится за собственные мощности, чтобы их сервера не дрочили лишний раз. Не, ну это нормально. Это как бы они очень по-человечески делают вещи. Ну вот, я им не сочувствую в этом случае вообще. Они черти сраные. Так вот, кроме этого, ну очевидно, что не перезагружаются только те, у которых вот этот кэш-контрол по дням. То есть, если ты написал, что у этой JS кэш-контрол 10 секунд, то все-таки при релоиде страницы 10-секундная, если прошло, то они все-таки перескачивают и новый файл берут. Но, тем не менее, количество 304-х кодов существенно снизилось. И вот, теперь мы наконец-то вздохнули. Все круто. Еее, они сразу... Facebook сразу вообще прям откинулись и закурили. Вообще, уехали все. Потом мы, блин, надо что-то как-то с другими, говорит, было сотрудничать. И мы в Firefox тоже записали, что это, релот баттон-то сделайте, чтобы говно. И Firefox сказали, пошли-ка в жопу. Опа. Вы нам сделаете на сервере кэш-контрол через запятую после Max Age параметр Immutable. У тех, которые вы не хотите, чтобы перезагружались. И мы в Firefox его будем проверять и уже в зависимости, если есть этот параметр, то не будем перезагружать. Но видишь, в Firefox они, короче, хотят, чтобы у них было все консистенции. Они так могут всем эту, как бы, рекомендацию выдавать и все будут прописывать. Да, соответственно, как бы в Firefox прям в какой-то версии, вон в январе, они написали, что вы, чуваки, кому надо, чтобы быстро все у вас это летало, не нагружало, вы Immutable пропишите. Потому что, получается, Chrome, они прогнулись под Facebook, а эти просто пускали свои рекомендации. Да, да. То есть, вот, хотя, казалось бы, сраное open-source на дерьмо. Ну, блин, нет, Firefox там задроты, сядут они сразу, ой, кто там пишет те, кто Фейк, кто Цукерберг? Ой, ой, давай. Вот, ну, может быть, может быть. Ну, короче говоря, конклюжен здесь такой. Все охренеть круто, быстро, здорово. Давайте дальше сотрудничать с браузерными вендорами и все у нас будет хорошо на Facebook. Угу. Я почему вообще эту новость решил тоже рассмотреть? Не, новость прикольная, мне понравилась. Вот, согласен, прям круть. Вроде техническая, а вроде и легко зашла прям сейчас. Да. Как подмазюкнули как будто чем-то. Так вот, я почему об этом сейчас говорю, потому что мы недавно же боролись с кэшами у нас на сайте. Угу. Ну и кроме того, что у нас там в PHP 7 стоял флажочек никогда не ревалидировать кэш. То есть, пока ты не перезапустишь PHP, он не будет отслеживать изменения в файлах, какие-то произошедшие, и это не баг, это фича. Это сделано для того, чтобы быстро все работало опять же в новом 7 PHP. Но да, иногда приходилось, ну, лучше с хэшами, просто с запятыми сервить все файлы, тогда не будет этих проблем. Потому что по умолчанию, если вы изменили что-нибудь там в functions.php, например, пока вы PHP не перезагрузите, он не подумает о том, что вдруг functions.php изменился. Он сам файл весь закэшировал, и только по этому отработанному файлу работает. Но вообще мы вот еще миллион лет назад, я в Nginx все это прописал, все эти Max Age, Last Modified, все вот это дерьмо, у нас все это нормально выдается, ну, просто в соответствии с рекомендациями Google PageSpeed Insights. Отлично. Так что все круто. Наше мнение мое. Facebook черти, Google Chrome черти, Firefox молодцы. Не, тут видишь еще, надо сказать, что просто кэширование это очень важная вещь. Ну, конечно. Без приколов. Что говорить-то? Да, нужно оптимизировать страницы, прописывать конфиги своих веб-серверов и бэкэндных языков, пусть все будет нормально. Не тратьте электроэнергию ваших дата-центров и Facebook, если вы вдруг браузер маленький. Ага. Короче говоря, раздел научпопа. Так. И он как большая попа. Возможно, как у Ким Кардашьян сегодня будет. Ух ты. Хотя на самом деле, вы же знаете меня, я тут сейчас не буду рассусоливать. Миссию подреву не будешь постикаться. Миссию нет. Илья прокомментировал. Первая новость. Аугментация глаза. Что мы встраиваем в него сегодня? Аугментация глаза. Глаза, это смешно. Ну, да, я хотел поправить. Аугментация глаза. Что мы встраиваем в него сегодня и под что еще останется место? Модерново-анатомическая тема, господа, с Гиг Таймса. Почему-то не написал ни чувак, который в бандане. Да, клиника офтальмологии. Да, и просто это практически пиар вот этой клиники офтальмологии. все блоги компании на Гиг Таймсе и на Хабре это практически пиар, поэтому... Ну, у тебя сейчас есть тоже пиар. У меня, да. Я в данном случае можно сверху видеть пример Universal Menu, когда ты этот... Как у них техникал-мидиа или как их концерт так называется? Да, да, да. Хренов, не помню. Ну, короче, вы поняли меня. Да, это оно, это прямо оно. В общем, аугментация глаза, как вы поняли, аугментация это страшное слово. Это когда... Знаешь, что делают? Это не когда у тебя, короче, не просто что-то встраивают, не просто что-то встраивают, а встраивают так, чтобы стало лучше. Вот так. То есть, реально, если тебе встроили руку, тебе ее сделали круче. Это, то есть, не просто протезы, это аугментация, это прям улучшение качественное. Функциональное, я не знаю, как сказать. То есть, а здесь мы поговорим о глазах. То есть, грубо говоря, все привыкли видеть аугментацию, например, там в игре Deus Ex, там где... Прям все привыкли. Все привыкли. Там где у главного героя, в том числе, и у многих других героев, аугментированных, есть какие-то части тела, которые просто помогают ему жить, там магию творить, там ускоряться, замедляться, там стрелять точно метко. Вот. А здесь конкретно про глаза. И говорят, что, собственно, аугментация живет, процветает, пахнет, цветет и пахнет. Аугментация у вас. В смысле, как явление, что встраивают, чтобы лучше было. И вот встраивают, собственно, в глаз некие линзы. Они называются факичные. Мы не будем здесь рожать. не факичные, никакие факичные. Не факичные. Не факичные, нет. Да, факичные линзы, которые встраиваются в глаз и помогают приобрести полностью зрение, которое было у вас, когда вы родились. То есть, ну, действительно, единицу. То есть, не какое-то там испорченное зрение, не какое-то там расплывающееся, а прям реально зрение, которое... Как будто ты прям мне из фантастического кино что-то сейчас говоришь. А, да, да. Но это уже реальность, господа. Причем, мы с тобой-то вот знаем, что линзы, они не так полезны, как... А есть полезность. Ну, они не так вредят... Они больше вредят глазам, будем говорить, чем очки. Я сейчас... Мы с тобой-то абсолютно без исследований, без пруфов. Ну, слушай, просто все об этом говорят. Просто как факт, да. То, что линзы все-таки немного сушат глаза и все процессы, которые происходят, тут касание линз с глазами и т.д. и т.п., это все-таки не очки, то есть... Очки, конечно, тоже можно такие надеть на себя, что будет досвидос. Вот. Какие-нибудь, как у Киркорова. А я знаю, какие у Киркорова. Ну, вот. Да, то есть, это тоже может вредить, но, тем не менее, линзы все-таки как-то мне кажутся. Я просто еще сам боюсь линз, поэтому я тут такой, знаешь, сторонник. Я тебе из... Из бочки говорю практически. Из диагеновой? Да, из диагеновой. Поэтому вот тут такая... А тут видишь тебе линзу прям внутрь. Ну, это страшно. Я ничего не говорю. Это страшно, причем есть... Здесь есть прям, ну, так сказать, картиночки. Здесь есть много картиночек. Давай сразу немножко проскроллируем до очень такой хорошей показательной картиночки, такой голубенькой. Там, где преднекамерная, фактичная. Да, да, я прям здесь. Фактичная. И там, где заднекамерная. Так вот, это действительно два разных способа внедрения линз, как я понимаю. Можно внедрять по-разному, и это действительно вам под... видимо местным. Под роговицу я вижу. Да, нет, я имею в виду под местным наркозом. А, ну, слушай, не знаю. Вам охлаждают там досвидос, досвидос, естественно, чтобы вы ничего не чувствовали, потому что там очень много нервов. Это прям... Вам надрезают глаз. Вот без малейшего. Меня немножко передергивает сейчас прям в прямом эфире. Сначала вам, вообще, зрачок закапывают, как обычно, глаза, чтобы большой зрачок был, все нормально. И аккуратненько надрезают. И там... Ты представляешь, насколько там все мелкое, чтобы вот хрусталин не повредить? Аккуратненько. Сначала в свернутом виде. Я уже забегаю вперед, я просто вам рассказываю то, что я читал. В свернутом виде помещают вот эту линзочку, которая сделана, между прочим, опять же, очень супер профессионалами, чуваками, которые измеряли ваши глаза сначала. Вдоль и поперек. Они профессионалы, у них супер руки. Супер чё, они сделали под вас конкретно линзу. Это не дешево, нихрена. Сделали вот эту фокичную линзу. Там, какую вы пожелаете, как надо, какую вам... Доктор, опять же, пропишет, какую нужно вхреначивать. И вхреначивается, собственно, в свернутом виде, а потом расправляется уже на живую. Ужас. Ужас. Это у вас всё быстренько... Тут ещё два варианта. Смотри, между роговицей и радужкой, а тут ещё между радужкой и хрусталиком. Ну, если вы хипстер какой-нибудь, да, там, куда это... Она, естественно, у вас не выпадет никоим образом. Ну... Да, то есть, вы не можете там дёрнуться резко и выпала линза, вот этого не бывает. Сохнуть глаз тоже у вас не будет от неё, видимо. А они утверждают, они утверждают, что, короче, все процессы, которые у тебя проходили в глазу, они будут протекать так же. То есть, все там вот эти воды подводные, всё вот это... Слёзы будут выделяться. Всё это будет. Можно будет плакать. Да. То есть, короче говоря, жизнь будет продолжаться, глаз будет видеть. И самое главное, что здесь очень большая часть статьи в сравнении с тем, что... Ну, много мифов ходит, опять же, про то, что с линзами, с такими линзами нельзя там... То есть, просто с операцией на глаз поднимать тяжести, напрягаться после родов, до родов, бла-бла-бла. Чувак это всё объясняет, что на самом деле... Во время родов можно. Вот только после еды нельзя. Нет-нет, там есть некие, конечно, рекомендации, но всё-таки 21 век, господа, и всё это уже так делается филигранно и точечно и круто, что здесь уже у нас ничего не вылетает, глаз не лопается и т.д. Вот. Я вам хочу продемонстрировать, давай немножко проскролируем. Здесь очень круто, как будто так и будет. Проскроль прям до фоток глаза, где в них линза прям встанет, и как будто видно линзу. Ну, она же после имплантации. но я так понимаю... видно, я прям вижу. Всё-таки, мне кажется, так вот прям сильно это не будет видно. Оно, конечно, круто выглядит. Наверное, это при каком-нибудь освещении, как в стоматологии, когда на тебя полторы тысячи люминов прям в глаз направляют, тогда видно. Да-да, но по факту тут, конечно, круто выглядит, реально аугментация. Такой прям реально девайс у вас в глазу. Прямо ещё когтями за радужку цепляется, ё-моё. Короче, очень вкусно, господа, вкусно. Зрение надо беречь очень сильно. Это прям... Вот не дай бог такое вам не внедряют. Вообще плохо, когда внедряют вам что-то. Согласен. Тут просто... Суть в том, что сравнивается ещё с вот лазерной коррекцией глаза. Опять же, не всем полезно то, не всем полезно это, кому-то прописывают это, то. Опять же, не полезно делать, если вы там чуть-чуть не видите, и такие при минус полтора начинаете выёживаться, давай аугментацию сделаем. Это всё не очень круто, на самом деле. То есть, здесь надо, опять же, думать головой, когда вы это делаете. Но если у вас никаких вариантов нет, тем более, это очень дорогая операция, если у вас нет вариантов, если вам лазерная, сказали нет, давайте без лазерной, лазерная не подойдёт, тогда аугментация, да, это работает, это можно сделать. Вот. Такая суть. Есть даже... Опять же, это же получается для ленивых просто. Не вставлять в лизу? Ну да, или просто, или у неё из-за того, что она прям близко к эффекту, к хрусталику, эффект как-то сильнее. Да, ну просто типа это природное, хотя кашхензное. Вот, вот да, это, мне кажется, здесь этический какой-то аспект нужно было затронуть. Насколько мы уже прям вот превращаемся в сплайсеров из Биошока. Да-да-да, и, ну видишь, некоторым людям просто вместе с этой линзой внедряют и хрусталик, потому что всё плохо. Я сейчас вот чешу нос об стойку паук, которая держит микрофон. Паука прям чешу. Причём я медленно чешу свой нос. Медленно снимаю с тебя санкции. Ладно. Ну и естественно, кроме того, что это всё, ну, мы сейчас говорили о реальности, в будущем хотелось бы получать много информации с такой линзы, если ты внедряешь. Например, не только получать, но и передавать данные. Допустим, передавать данные на компьютер. Какие-нибудь там видосики передавать. На Apple Watch хотя бы. На Apple Watch. И, допустим, что говорят, что скоро, возможно, если такую хреновину сделают, то ты сможешь как вот поиском в документе, Ctrl-F, в текстовом, так ты сможешь скоро глазом в книге искать. Ты себе глазу говоришь искать слово такое, ты перелистываешь, оно тебе ищет. Мать твою. Это досвидос, да. Вроде как уже сделано с такими линзами контроль вашего сахара, то есть вашей крови, сахара в крови. Полный хололенз, я возвращаюсь к поиску в книге. Чекает, что кого, короче, прям по глазу, там, насколько у вас сахар поднялся или нет. Вот такой, короче, вот такая вот небольшая статья про аугментацию. Идем дальше, господа. Напишите в комментариях просто как, вот интересно, как вы к этому относитесь. Рамиль прокомментировал. Говорит, вот вам предлагаю тему к следующему. И там, собственно, тема про то, что шведская авиакомпания Бра, Там ссылки на ссылку, я сначала сейчас перехожу на твиттер. Да, Бра провела испытание пассажирского самолета ATR-72-600 заправленного биотопливом. Такая новость вспышка, я смотрю. Новость вспышка, потому что пишут, что оказывается шведы-то не отстают, делают вещи в авиастроении. И вот испытали, собственно, ATR-72-600, который наполовину, 55% запитан на авиационном топливе, заправляется, а 45% сделан из использованных кухонных жиров. Знаешь, откуда они эти жиры взяли? Ну-ка. Вот когда Вилариба и Вилабаджи мыли, фейли, или чем они там мыли, фейли? Да-да-да-да. Вот та деревня, которую я не могла смыть, она сдавала все кухонные жиры шведам, и они нормально оттестировали. Они летали нормально, тема. Короче, вот, и без проблем долетел, и все оттестировано, все хорошо. Собственно, и это уже не первый, естественно, случай. В США, оказывается, из самых топовых городов Лос-Анджелес, Сан-Франциско, уже летает такой самолет на биотопливе. Биотопливо, как вы понимаете, добывать проще, легче. Шведы хотят, как биотопливо, использовать свои леса Швеции. Дураки, а? Они же хреново восстанавливаются. Ну, просто дураки, но у них вроде как покрытие лесами охрененное, поэтому можно жить. Ну, это вот, ну, ладно. Ну, это пока. Да, здесь этический, опять же, аспект стоит затронуть. Да, поэтому, короче... Или, наоборот, не стоит затрагивать, потому что иначе прям грустно будет. В общем, будущее... Лучше из дерьма делать. Согласен, будущее близко, мы все будем аугментированные летать на жире. Вообще, помнишь, нам с тобой преподаватель философии в ВУЗе рассказывал о том, как они оптические провода из мочевины делали? Было, было. Много для простоты, скажем, из дерьма просто сделала. Да, он усугублял. Причем это дяденьки уже, наверное, за 70 сильно. Да. Помнишь еще присказка, что был человек, а стал дерьмо? Да, да. К чему это было? Я уже забыл. Там собака что-то было. Там собака, там просто... Он что-то уже просто нам про жизнь рассказывал. Он действительно преподаватель философии. Там просто чуть ли не чувак умер, собака насрала на кровать, где чувак этот жил. Да, да. А потом она приходила и спала за дерьмо вместо него. Она раньше с ним спала, а теперь она спала с кучей дерьма. И мораль в том, что был человек, а стал дерьмо. Но там какое-то такое, да, в общем. Я бы сейчас много денег дал для того, чтобы заново послушать эту историю. Согласен. На самом деле, немного, но чуть-чуть дал бы. Просто как бы хочется освежить немного в памяти, что именно было. Может быть, кто-то и помнит из наших одногруппников. Или хотя бы из наших подписчиков вдруг у них тоже были такие лекции. Иван Ванг прокомментировал следующее. Привет, Никита и Александр. У вас крутые подкасты. Вот тема научиться програстинировать с пользой. И это у нас одна из громких тем, господа. Давайте представим. Давайте при... Привет, Иван Ванг. Да. Давайте просто немножко сосредоточимся, я вам расскажу. Это все практически, ну, не продолжение, а идейный такой вдохновитель, идейное продолжение той темы про лимбические и... Как он называется? Неокортекс? Да, про переднюю кору головного мозга или неокортекс. Да, в прошлом подкасте было, послушайте обязательно. Там именно как мозг влияет на то, как компании разваливаются, большие компании типа Гугла. Хотя они пока и не думают разваливаться. Они не разваливаются, а деградируют хотя бы. Деградируют, да. Разваливаться это, конечно, не скоро, но да. Но это я сейчас громкий заголовок. Согласен, согласен. Биологический прайм-тайм. Как обхитрить мозг или хотя бы научиться прокрастинировать с пользой. И здесь, собственно, вся эта статья это выдержка чувака из книги Тима Питчела, который написал книгу «Не откладывай на завтра. Краткий гид по борьбе с прокрастинацией». И здесь очень громко так написано, что чувак нас что делал? Ну-ка. Он охренеть что делал? Он по 90 часов в неделю работал. Ё-моё. Медитировал. Три месяца пользовался смартфоном. Не больше часа в день. Просыпался в 0.5.30 утра или, например, 10 дней жил в полной изоляции. И это он все просто делал, чтобы понимать вообще продуктивность, границы продуктивности. Короче, чувак себя вообще что делал? Охренеть, что? Изнурял. И написал, собственно, книгу. И здесь есть вот несколько абзацев из этой книги, приведенных. И это самые, мне кажется, главные абзацы, которые... Но вы еще раз еще раз это Тим Питчел. Или слушай... Какой Тим Питчел? Я вот вижу Крис Бейли. Это Крис Бейли. Мой продуктивный год. А Тим Питчел-то это кто? А Тим Питчел-то дальше будет еще один какой-то чувак. Ну, понятно. Короче, здесь несколько авторов. Просто посмотрите. Прикольно. А я вам расскажу, какие здесь приведены абзацыки. Все-таки мой продуктивный год. Да, как я проверил самые известные методики личной эффективности на себе. Нескучная наука о мозге. И здесь рассказывается, опять же, что внутри нашего мозга есть несколько частей. Одна из них лимбическая. Другая как же префронтальная. Префронтальная кора мозга. И вот лимбическая система, опять же, как было сказано ранее в прошлом подкасте, это достаточно старая. Вот именно старая. Именно давно сформировавшаяся система. Там, хрен, хрен ли он миллионов лет назад. Хрен ли он нормально. Да. И, короче, мы ей легко думаем. И она отвечает за всякое легонькое. Чтобы расслабиться. Вот. Префронтальная кора мозга отвечает именно за логику. Какие-то логические цепочки выстраивать. Именно думать башкой. Башками. И мы, опять же, в прошлом подкасте рассказывали, что лимбической думать легко, потому что... Она мало затрачивает энергии. Да, да. А префронталка, она живет нормально. До свидос. До свидос. Прямо наваливает. 700 ватт. Вообще. И, короче, это... Но он говорит, вот типа... Мы часто отвлекаемся на всякое дерьмо, когда что-нибудь делаем. На фейсбук, твиттер, проверить почту, вот это все. И это... Из... С рабочего состояния вот в такое состояние посмотреть, это переключение просто между вот лимбической системой и префронтальной корой мозга происходит. И вот это вот переключение то самое. И вот есть прокрастинация, мы начинаем делать другое... Просто чтобы получить небольшое удовольствие по-быстренькому. Переключиться сейчас на лимбуху, и ты... Хорошо тебе прям. Это просто реально практически как эндорфин поступает в голову. То есть ты реально со сложной переключаешься на легонькое, и тебе хорошо. Мало кто знает, а сегодня, когда мы готовились к темам, Никита переключался иногда на Твиттер. Да, да. Рад, чтобы получить. Я на самом деле часто переключаюсь, поэтому у меня там лимбуха вообще пашет от души. У меня лимбуха, она уже больше жрет, чем префронталка давно. Вот. Да. Напишите в комментариях, как вас лимбуха жрет. И короче это. Если мы, говорит, думали бы всегда только префронталкой умной, то мы, говорит, были бы вот как чуваки с планеты Вулкан из Звездного, из Стар Трека, из Звездного Пути. И мы бы были вот абсолютно логичные чуваки. Но это, говорит, все равно не круто, потому что лимбуха, она должна думать вместе с префронталкой. Почему? Потому что всякие крутые вещи, типа играть на Виолончели, например, или, ну просто вот какие-то смесь с эмоциями и смесь с логикой. Например, заставить себя там ходить в горы, пойти поход в горы, там вот есть такое. Вот действительно научиться на Виолончели играть, вот какие-то такие вещи. В основном творческие вещи. То есть здесь и работает голова в том направлении, что нужно логически думать, все-таки головой. И здесь работают какие-то вот именно творческие вещи. Ну какие-то инстинкты, эмоции. Вы поняли. Но стоит, конечно, сказать, что без лимбической системы хрен бы на нее. Продуктивность-то связана с формированием сильной префронтальной коры, то есть неокортекса. И вы, конечно, можете научиться играть на Виолончели, но вы будете так вальяжно это делать. И поэтому, чтобы стать прям профессиональным музыкантом, чтобы вас заказывали в каждую филармонию каждого города и гастроли были, надо все-таки немного подумать перед ком. Да. Ну то есть корой. Корой. Корухой. Да. Спланируя там все, читать, подумать, что надо не просто играть на Виолончели в свое удовольствие, а каждый день тренироваться по 6 часов. Это, скажете, все круто, скажете вы мне. И спросите, но как же? Как нам не переключаться? Потому что вы, скорее всего, даже пока подкасты слушаете, переключаетесь на Твиттере, Фейсбуке. На Твикс, возможно. На Твикс. На перекус. И вот здесь есть об этом тоже абзацик. Как склонить чашу весов в нужную сторону? Опять же. И чувак, вот все, трудился и выявил несколько стратегий. Давайте рассмотрим их. Новый облик, облик старых дел. Есть такая, такой абзац. И типа, взгляни на календарь, через месяц сдавать налоговую декларацию. Ну, это по американцам пошло уже. А ты даже еще не начинал заполнять ее. Ну, это можно потерпеть до завтра. Нет. Ну, и говорит, когда я вот это, типа, думаю, тогда вот такое происходит, это и есть то самое прокрастинация, переключение с одного на другое. Вот. Давайте сразу перейдем, что можно делать, если вот такая вот скучнятина, типа налоговой декларации, ее надо обязательно делать, а мы не можем, потому что не хотим. Например, если я, говорит, вижу, что откладываю заполнение налоговой декларации, я сажусь и решаю, что буду снимать, что буду снимать влияние негативных триггеров следующими способами. А это негативные триггеры, кстати. Первое. Если задача скучная, пойду в субботу в свое любимое кафе и заполнил налоговую декларацию за чашкой какого-нибудь экзотического кофе, а заодно понаблюдаю за жизнью вокруг. Вот. Как тебе? Спорный, спорный способ, на самом деле. Вот если неохота, реально неохота, то ты хоть куда приди? Даже в стейп-клуб? Вот все равно, да, не попрет, мне кажется. Когда об тебя задницами трус, именно, и ты такой, он так налоговая декларация, да? Я пытался сейчас изобразить звук потной задницы обрезиновой чего-нибудь, но не смог нормально. А я обычно в резину ухожу в стейп-клуб. Так вот, вторая задача чрезвычайно рутинная. Создается ощущение бесплодности усилий. Я прихожу в то же кафе, но кроме данных для работы над декларацией, у меня есть с собой книга. Я вот это не понял. Я устанавливаю таймер на смартфоне и работаю над налогами ровно 30 минут. Свыше 30 минут работаю только в том случае, если поперл. Если дело пошло... А он прерывается на книгу. Видимо, книгу считаешь. Чрезвыч делает, так сказать, ритм создает, потому что иначе рутина, она его прям поглощает. Третья. Сложная задача. Проведу исследование, чтобы точно выяснить, какие шаги мне нужно предпринять и какие документы собрать. Пойду в кафе во время моего биологического прайм-тайма, когда у меня больше энергии. Он что-то все в кафе ходит, дико вообще. Прикинь, он только в кафе сидел. Я, говорит, 7, 90 часов поролся там, поролся. А, да, может быть. Задача неконструктивная или неоднозначная. Проведу исследование по соответствующей тематике. И на этой основе составлю подробный план всех необходимых шагов. Он здесь упустил, что в кафе. Мне сразу вспоминается вот это из школы, когда задача не имеет решения. Просто отвечаешь, когда мы от него код и решаем. Ничего не задали еще, мам. Вот, да. Ничего не задали. Я совсем согласен. Задача не имеет личностного смысла. Да. Ищу позитивные стороны. Например, если можно получить налоговое возмещение, то я стараюсь думать о его возможном размере и составляю список, на что потрачу полученный день. Вот, ну, как бы... Тут еще, тут еще классно будет. При выполнении задачи невозможно испытывать удовлетворение. Чувак, он уже такой молодой, а уже не может испытывать... От самого процесса не возникает никаких промежуточных стимулов. И вот он за каждые 15 минут, которые я провожу, работаю над налогами, разрешаю себе потратить 2,5 бакса на какой-нибудь каприз. Он уже жирная мразь, возможно, просто досвидос. Он еще в кафе сидит. Он прям на кофе, опять же, экзотически тратен. Ему, правда, приходится и каждые 2,5 доллара опять же учитывать там себя в налогах. Вот да. Это вообще, это прям замкнутый круг. Искончаемое дерьмо. Или награждаю себя каким-то другим значимым образом за выполнение определенного этапа. Согласен, ведь заполнение налоговой декларации скорее всего никогда не станет столь же увлекательным, как просмотр фильмов на Netflix. Но мы были бы близки к цели, не так? Да. Ну, короче, вот. Потом еще три способа улучшить контроль над мозгом. Просто таких. Над мозг. Просто таких. Давайте. Создать список задач на случай, если вы ловите себя на прокрастинации. Да, пока вы... Короче, прокрастинация, по сути, это выполнение уже чего-то. Но если вы сейчас... Нет, это как раз про... Да, вы это прокрастинируете перед выполнением. Ну, или там между. А здесь, пока вы прокрастинируете, так скажем, вы можете не делать дело, но составлять план, как делать. Хотя бы гулять смело в кафе. Да, да. Хотя бы составить план. Ну, вот это дерьмо работает реально. Это прикольная тема. Гай, вперед скажу. Если список задач ставишь, иногда... Потому что, блин, да все как бы не так страшно, не так плохо на самом деле. Можно приступать. Второе, более страшное, составить список негативных последствий. То есть, написать, какого хрена и сколько бабла ты просрешь. Или там... Если сейчас не сделаешь вот это. Но это такая мотивация. Это прям страшно. Это прям кнут и пряник оригин. Ух ты. И третье, просто возьмитесь за дело. И он там классный пример приводит. Именно классный. Он разбирает подвал, говорит, подвал неохота досвидос разбирать. Там говна накопилось просто. Я еще в кафе ходил постоянно. Вот. И ты говоришь, как будто после кафе он приносил что-то в подвал скидывал. Он там, да. Возможно, личинкой все клавал. Короче, суть какая. Суть в том, что говорит, досвидос неохота разбирать. Прям мой. И это... Я, говорит, что делаю? Я, говорит, просто начинаю. Я вот беру одну вещь, вторую. Просто, говорит, сам себе говорю, сейчас 15 минут поразбираю. Если говно прям, то я, говорит, отключусь, отрублюсь, потом снова начну. И, говорит, после 15 минут в основном такие дела они заводятся, делаются нормально. Втягиваешься. И вроде не так страшно. И все. Вот три последних совета хорошие, а вот предыдущие при кафе это прям... Кафешный пацан, да. Ладно, окей. Идем дальше. Следующая новость. Про прокрастинацию поговорили. Мистер Нободи прокомментировал. Мы Нободи. Говорит, наука, результаты последних исследований указывают на то, что мы все живем в голографическом варианте вселенной. Очень быстрая новость. Вспышка. Какие-то упоротые ученые, а возможно и нет, тут каждый для себя сам решает. Из многих-многих городов, из Великобритании, Канады, там, блин, Италия, все про итальянцев, шутить сразу про макароников. Так. Знаешь, что поняли? Что, короче, многие законы нашей вселенной, которые вот не подаются нормальным объяснениям, какие-то аномалии, всякие досвидосы, их можно легко объяснить тем, что наша вселенная это просто голограмма. Ну, я, кстати, смотрел документалочку небольшую про это. Так что, да. Вот, есть некая теория голографической вселенной, что просто мы, это проекция, грубо говоря. То есть, мы сейчас видим проекцию, на самом деле, ни хрена этого ничего не существует, оно просто все проецируется, откуда хрен знает откуда. Вы можете повникать, если вы действительно упоролись. Здесь есть картиночка, собственно, holographic phase. Здесь такая вот несколько фаз. И все вот эти законы, квантовые, хренантовые, они все укладываются в то, что мы в двойном измерении живем, на самом деле, не в тройном, а просто мы как бы плоскость, просто голограмма. И вот именно вот по этим законам все работает круть. Вот если подстроить, вообще прям четенько. А если, говорит, мы начинаем думать нашей классической теории, кого-то там, кого-то там, кого-то там, хрен знает кого. Я, кстати, забыл пошутить в прошлой теме про хрен, забей, сейчас как бы это, не об этом. Вот, короче, в общем, ты понял, если классическая теория вселенной, большой взрыв, вот это вот все, то, короче, то нет, а голограмма, да, вписывается, очень круть. Не могу здесь больше ничего добавить, потому что здесь, собственно, в статье больше ничего круче не написано. Мы, говорит, не будем вам никакие математические выкладки писать, потому что вы все равно нихрена не поймете. Но, тем не менее, есть такая теория. Вообще, почему мы ищем какую-то такую теорию? Потому что нам надо связать классическую физику с гравитацией, квантовую теорию и теорию Эйнштейна. Вот. Вот не вяжутся они. В микромире работает гравитация, а в макромире хрен там что. Хрен там плавал. Поэтому, вот, как-то нужно нам связать это все наши картины мира физические, которые в 50-е, в 80-е были наши любимые. Ну, нет, в 15-м веке, там, в 18-м, в 19-м, в 20-м, соответственно, поэтому надо как-то, да, уже собрать это все воедино, как одно кольцо. Да, да. И будет круто. Последняя тема из научпопа. Опасные родинки белорусская программа находит рак кожи по фотографии. Еще более вспышка, господа, действительно, белорусы в институте, по-моему, каком-то очень крутом. Я сейчас найду или не найду. Какой-нибудь там просто Минский государственный. БНТУ. Белорусский наукочно-технический университет, наверное. Да. Разработали такую технологию, которая прям действительно снимает супер девайсом, таким фотиком, снимает вашу кожу. В основном это идет фотка, я так понимаю, именно родинок. Потому что речь будет о меланоме. Знаешь, как дерматоскоп, короче, чем называется. Да, дерматоскоп, да. Дерматоскопом снимают. Никто даже не ржет, пока снимает. Тащи свой дерматоскоп. И по определенным параметрам определяют все-таки родинка да или родинка нет. Положительно, отрицательно. Доброкачественные или злокачественные. Ведет ли она к чему-то или не ведет. И 80% точно. То есть как бы очень круто определяют. Прям молодцы мужики в Беларуси сидят. Казалось бы, любой онколог тоже на глазочек определяет. Но там, видимо, очень на ранних стадиях все-таки зарождение. дерматоскоп, я понимаю. Так что вот такая история. Беларусы молодцы. Идем дальше. Давай уже придем к темам слушателей. Хотя у нас сегодня полностью тема слушателей. Но тем не менее. Первая тема позязя. Я вам про спойлер я не читал ни одной этой, потому что я тебе им говорю, почитай просто на всякий случай для поддержки. Крендель-пендель прокомментировал. Позязя. Это я хрен знаю, просто позязя. Точно. Ну, пожалуйста. А что пожалуйста? Спасибо. Спаси Азия. Все чаще начинаю нарываться на ресурсы, у которых нарисован голодный кошак и просят отключить отблок. Ибо реклама это единственный заработок. Иначе хрен что позыришь на нашем говноресурсе. Насколько это правильный подход? У меня кроме ну и пошли вы. Пойду другой источник найду. Ничего не вызывает. Ну давай, Никита, ты первый. Эм. Ну слушай, это да. Я просто вот такие настырные вещи действительно бесят. И тут неважно крендель-пендель ты или кто ты. Или ты японец какой-нибудь, который медитацию познал. Или ты всеволод, который с большим гнездом на байке тормозит нас. Да, неважно. На самом деле вот такие настырные вещи они бесят, но просто подразумевая то, что ты хочешь все-таки людям как-то благодарить их за их ресурсы. Все-таки мы пользуемся бесплатным интернетом, а кто-то хочет все-таки выживать за то, что он делает что-то. Вот. Это нормально поддерживать людей, я вам скажу. Это как бы общечеловеческие такие вещи, поэтому отблок бы я в принципе бы отключил. И у меня его собственно и нет. да, у меня тоже, я тоже считаю, что надо поддерживать людей, но уже вот так вот выпрашивать, ну вот я вот слишком гордый, например. В общем, здесь... Хочется тем, кто к нам приходится с блоком сказать то же самое, что крендель-пендель говорит автором. Да, в общем, и то, и другое, и та, и другая точка зрения, то есть я понимаю кренделя-пенделя в том, что не хочется видеть всякое дерьмо уж совсем настырное, но я и понимаю чуваков, которые просто там, как мы, у нас гугл реклама на ютубе как бы и чё. И это не зазорно, там, такие бабки летят до свидоса на третьей машине и уеду сегодня. Я на четвёртую. Да. Следующий комментарий от... Ну, короче говоря, мне все ситуации, все стороны этого конфликта противны, на самом деле. Ну, кроме самого кренделя-пенделя, конечно. Он хороший человек. Он крутой. От Алекса Улсона. Юлсона. Он говорит, пишет, предлагаю такую тему не к следующему подкасту, а на будущее. Просто за житуху. Выгодит умные и перспективные парни. Потому должны понимать, что всё, все эти бесконечные тренды только убивают развитие дизайна. И типа, гонка вот эта за дизайном, это досвидос, она всё убивает, всю индивидуальность. Прям вот получается штамповка. Эм... Ну и, собственно, такой вот вопрос. Ну, я прям даже дочитаю. Давай, давай. Фалик Сулсона потел, пыхтел. Сегодня в объявлении Ханайми уже не стесняясь пишет требования знания материала дизайна. Вот чувак, начитавшийся этого, думает, что он дизайнер. А это уже начинает убивать профессию, сводить её к примитиву. Ну, так как если вам будет всегда немного предлагать темы, вы будете из них выбирать. Вы же разучитесь искать интересные вещи сами. Напоминаю, в сегодняшнем подкасте только темы слушателей. У вас просто не будет потребности. Или вот, сказали всем, что модно 80-е, понеслись одинаковые сайты, одежда, товарные знаки и т.д. Так вот, я предлагаю вам взяться за этот вопрос и порассуждать на тему вреда и пользу трендов и гайдов. Но это, если интересно, конечно, и вы разделяете эту точку зрения. Никита, готов взяться за этот вопрос? Взялся уже крепко? Ну, да, собственно. Я тоже крепко взялся, отвечу первый. Я вот считаю, что, Алекс, тебе важно понять, чего хотят люди, которые таких дизайнеров нанимают. Они хотят типовых вещей наверняка. То есть, как бы, они же и выбирают под собственные нужды, так сказать. Им не нужен какой-то, так сказать, индивидуальный дизайн, как индивидуалки. Им нужна вот штамповка. Они и хотят штамповку. А для тех, кому нужно что-то уникальное, что-то хорошее, они всегда найдут тех самых творческих пацанов-дизайнеров, которые способны не просто гайды почитать, а узнать какие-то основы и с помощью этих основ высрать, выродить под конкретную аудиторию, под конкретных пользователей тот продукт, который заработает максимальное количество денег или порадует максимальное количество людей. Опять же, в зависимости от способа монетизации и вообще нужды. Поэтому, допустим, те, которые делают штамповку, делают дальше штамповку. Хрен на них. Мы как бы, ну, как люди, которые занимаемся ньюсмейкингом, а я не считаю, что мы занимаемся с тобой ньюсмейкингом, должны быть в курсе всех этих трендов, по крайней мере, в, так сказать, назывном порядке. Надо смотреть, что модно, подумать, анализировать, почему модно, прогнозировать это, и, возможно, жить нам станет от этого веселее, лучше, и мы прям наперед будем все это предсказывать и за это бабки брать, ванговать будем профессионально. Ну, да, я просто хочу сказать, что, как обычно, ко всему надо подходить с умом. И, то есть, делая сайт, типа, по трендам, можно его сделать отличительным от всех штамповок, можно сделать с какой-то своей изюминкой, даже если вы действительно просто используете материал дизайн. Я уверен, что можно так поиграть с шрифтами, что сделать его уникальным, и люди будут видеть, что, да, это действительно узнаваемый бренд, но он сделан в материал дизайне. Ну, серьезно, я вот не юродство, когда говорю о том, что, типа, вот, не надо там, пусть делают штамповку. Я отлично понимаю боль Алекса. Я тоже иногда вот задумываюсь о том, что вот какое-то все слишком типовое, как-то вот, ну, уходит вот это все душа. Ну, и всегда вспоминаю одно, ну, так возьми и сделай нетиповое. Да. И где-нибудь в мире не убьют еще одного котенка, или как там это любят говорить. Надо просто вот для себя определиться и своим примером показывать, а дальше уже хоть как бы трава не расти, пусть все остальные делают, что хотят. Ну, я Лукарт прокомментировал, собственно, последненький такой комментарийчик. Hi, guys, говорит, еще раз спасибо за подкасты. Пожалуйста. Хочу предложить вот такой сабджект. WordPress плюс WooCommerce против PrestaShop как платформа для интернет-магазина. Плюсы, минусы, удобства. Подводный камень. Интересно ваше мнение. Я сам склоняюсь к WordPress. Интересно, что вы скажете вы. Я, видимо, я должен был изучить PrestaShop до этого. Да, ну, вот я тоже не изучал. Я просто знаю, что на PrestaShop это же делают. На Magento делают. На X-карте делают. На чем только не делают. Это все специализированные площадки. Они все заточены под продажи. И так же, как и WooCommerce. То есть, на самом деле, везде есть определенные модули со шлюзами платежных систем, с доставками всевозможными. Где-то есть, так сказать, локализованные под Россию страны СНГ, где-то нету. Где-то они платные, где-то бесплатные. То есть, ну, на WooCommerce много платных паков, по-моему, украинцы многое сделали. Всяких там шлюзов, типа, PrivatBank, там, Яндекс.Денег и так далее. Актуальных для них. Хотя, Яндекс.Деньги уже и не актуальны. Ха-ха-ха. Вот. И, в принципе, это все вкусовщина. Если ты пользуешься уже WordPress'ом, и тебе не составляет труда что-то подправить, там, у него в темах, там, в плагинах и так далее, то WooCommerce, конечно, тебе будет предпочтительней. Если нет, то вот все это примерно одинаковая хренатень. Да. То есть, у всего есть минусы. Я могу и с десяток минусов WooCommerce перечислить, если не с двадцаток. Я вообще предпочитаю написать просто собственный магазин с каталогом, там, на кастомных типах постов, там, полях, и накатить какой-нибудь Сбербанк Эквайринг один или Яндекс.Кассу, интегрировать это, и пусть работает. Меньше процентов отдадите там за шлюзы какие-нибудь другие, и все будет нормально. Мне, ну, оно, конечно, существенно увеличивает время разработки, но зато у вас будет полный контроль, и, ну, короче, есть к WooCommerce тоже определенные нарекания, но вот разбираться с пресс-то-шопом значительно сложнее, чем написать собственную минималайку под Wordpress, в зависимости от объема магазина. Круть! Переходим к обойке. Да, я свернул броузер и готов слушать от тебя, ты, как всегда, традиционно первый рассказывай, что видишь. Ну, я здесь вижу, опять же, классические несколько дорог, по одной из дорог едет такой вэн, красный. Пусть этот вэн все-таки будет нашим подкастом, и он такой как бы бодренький едет, и ему насрать еще, что здесь две полосы, он обе занял. Он прям по центру хреначит и все. Вот, и он перспективненький. Скорее всего, в этом вэне уже накуренные подростки едут. Он по 80-м еще, братья внимание, довольно старенький. Поэтому там и едут накуренные подростки, потому что хиппи. Согласен, да. Вот, и они веселятся, возможно, задницы в стрингах торчат. Вот. Там велосипед сзади, вон, или один, или два, я не знаю, прикреплен на багажник. Тем более... Это велосипеды и костыли, о которых мы рассказывали сегодня, когда про промисы говорили. Да, вот. Кстати, заметьте, что вторая дорога более кривая, вот которая дальняя. Она вообще прям кривая. Это, когда мы темы отбираем и по ней едем, сквозь терновник пробираемся, а потом уже пересаживаемся на верхнюю дорогу и спокойнее едем. Кстати, обрати внимание, здесь есть небольшой участок, на котором надо, по-моему, до 10 км в час притормозить, на нашей дороге. И он сужается до одной полосы. Ой, да там вообще дорога сраная, досвидусь. Вот это момент, когда мы сквозь комментарии ваши пробиваемся, когда нас срут очень сильно. Вот подкаст, вот момент записи, он за кадром, потом идет вот небольшой жизненный цикл, когда к этому сужению подбираемся, это вот мы выкладываем и комментарии первые. Да вы скатились, да фу, да дизайн говно, все говно, вы говно, и вообще, и насрать. Но на самом деле сама по себе пикча, сама по себе фоточка, с классным настроением, таким... Вот туман, это что интересно сверху? Это туман войны. Это Терри Инкогнито, который мы еще не познали у нас в вебде. Еще столько всего можно познать, увидеть такие горы с помощью нашего подкаста, поэтому обязательно едьте в нашем вене, чтобы жопы торчали. Да. Вот. И там с экспекс мы уже открыли для вас. В кепочках назад сидим. Сидим. И в резине. Вот, поэтому такая история. В общем, мы хотим напомнить вам, что подписывайтесь на соцсетях ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме, в Гугл Плюсе. На Ютюбе ставьте нам лайки, пишите комментарии, на Ютюнсе ставьте звездочки, пишите отзывы, покупайте у нас стикеры, регистрируйтесь на сайте, предлагайте темы и поддерживайте проект www.youtube.design.ru slash donate. До следующей недели увидимся. Я, как всегда, представляю вам своего партнера, не хочу это говорить, собеседника. Это с вами был Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, пока. Майям.